Уважаемые коллеги, добрый день, спасибо большое, что вы откликнулись, я очень рада вас приветствовать на совместной конференции. И мне кажется, что тема сама по себе этой конференции, ну, такая очень актуальная с одной стороны, поскольку образование, проблемы образования, проблемы экспорта образования, они как бы очень важны. И последний, вот теперешний, ну, я бы сказала, такой эксперимент, который сейчас идет, да, в области образования, переход на онлайн, там, и возможности новых технологий, они ставят какие-то новые проблемы перед всеми нами, перед образованием. Очень интересна постановка вопроса публичной дипломатии российские университеты. Казалось бы, не совсем очевидная связь, но, в общем, она самая непосредственная, поскольку образование, конечно, это уникальный социальный институт, который развивает, приумножает человеческий капитал и формирует идеи, знания, но и формирует очень тесно связанные профессиональные и дружественные сообщества. И мы это прекрасно знаем по ассоциации выпускников российских и советских вузов, с которыми мы плотно работаем во многих странах и ощущаем очень их поддержкой. Образование находится в очень, в общем, это наше одно из направлений деятельности Россотрудничества, вы знаете, что мы набираем студентов, вот, и работаем с выпускниками вузов. И мы рассматриваем образование как, в общем, и большой ресурс, понятно, для страны это важнейшая государственная задача, экспорт образования, но и как большой ресурс публичной дипломатии, потому что эти люди выходят, уже работают в своих странах, зная Россию и, как правило, являются симпатизантами, скажем так. Мы ежегодно реализуем проекты и программы, направленные на экспорт российского образования. Я тогда передам слово моему коллеге Шевцову Павлу Анатольевичу, который более подробно остановится на этих программах. Я хочу затронуть еще один аспект. Вот технологические сдвиги, которые произошли в мире в последние 30 лет, они по существу требуют совершенно, наверное, иных подходов. И мы сейчас живем, по существу, в совершенно ином мире. Мы попали в другой мир. Он текучий, прозрачный, нестабильный, сверхбыстрый, да, и очень гибридный. И по существу это ставит задачу готовить молодежь совершенно по-иному, применяя другие методы, переучивая тех же преподавателей, которых тоже не так просто это все сдвинуть с места. Здесь тоже очень важны вот эти связи с университетами, которые могли бы дать возможность поделиться опытом. Понимаете, сейчас происходит такая система, что когда любой человек, там, студент, даже ученик школы, может зайти в Google и найти любую литературу и любые сведения, любые знания по любому вопросу, то вопрос, а зачем я буду ходить в эту школу, слушать преподавателя среднего уровня, который будет мне перечитывать учебник. Поэтому подготовка, переподготовка преподавателей, переход их на иные рельсы – это вообще задача номер один, и она очень серьезна как на уровне школ, так и на уровне, конечно, университетов. Видите, вот эта коронавирусная инфекция по существу заставила университеты очень быстро адаптироваться. То есть у всех что-то, были какие-то ресурсы, были какие-то возможности, но они непонятно как работали. А коронавирусная инфекция являлась таким катализатором, и многие перешли на действительно вот это онлайн обучение. Поэтому очень важно, чтобы вот вы в своих, может быть, выступлениях немножко отразили вот эти вот вопросы. Я хочу проучить у вас вопросы от слушателей. Я очень извиняюсь. Это не коронавирус, это просто закашлялось. Вот. Я передам слово Виталию Викторовичу Солонецкому. Он у нас, предлагаю, будет ведущим, поскольку у него сконцентрированные вопросы, и он отслеживает все вопросы онлайн. Вот. И тогда я передаю ему слово. Спасибо большое за внимание. И думаю, что вот на эти каверзные вопросы, на них, может быть, сложно так прямой ответить, потому что мало кто знает ответы на эти вопросы на сегодняшний день. Но, тем не менее, были бы благодарны, если бы вы как-то отразили их. Спасибо. Спасибо большое, Анна Ванитина. Добрый день, уважаемые коллеги, наши слушатели. У нас активно растет количество зрителей. Мы, с вашего позволения, когда готовились к мероприятию, вместе с Российским Советом по международным делам, промониторили интерес к нашей дискуссии, к нашим спикерам. И у нас, в принципе, подготовлены один-два вопроса ключевые, которые для каждого из спикеров, которые объединяют, скажем так, общий интерес к заявленной теме. Но это будет по ходу дискуссии, если это останется актуальным, в рамках дискуссии задавать. Вот. И также будем информировать вас в целом, что нам приходит по всем каналам. У нас трансляция идет на РСНД, на молодежный блог Россотрудничества, и наши коллеги по образованию тоже транслируют нашу дискуссию. Наверное, хотелось бы сказать, что наше мероприятие отбилось в январе месяце, когда РСНД поделился докладом. Нам пришла бумага в РСНД о довольно обстоятельном, интересном докладе, участии российских флудов. И тогда, собственно, отбилась идея провести конференцию. Но так мы перешли в онлайн-режим, сейчас конференция проходит в таком формате. Илья Анатольевна, с вашего позволения, хотел бы передать слово Андрею Вадимовичу Карпунову, генеральному директору Российского сайта по международным делам. РСНД, как мы знаем, коллеги, на протяжении многих лет объединяет усилия экспертного сообщества, созданного государственной власти, бизнес, круглог и гражданского общества с целью повышения эффективности внешней политики России. Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии, представляя на международных площадках российское видение в решении ключевых проблем глобального развития. Андрей Вадимович, большая честь, что вы с нами. Пожалуйста, хотели бы вам предоставить слово и послушать ваше выступление. Спасибо. Уважаемая Эйнара Валентиновна, уважаемые коллеги, мне очень приятно участвовать в открытии нашего мероприятия. Я очень рад снова встретиться с многими коллегами, с которыми мы провели уже не одно мероприятие, работаем в течение многих лет. Я хочу, пользуясь случаем, передать горячий привет всем участникам от президента нашего совета Игоря Сергеевича Иванова, для которого эта тема тоже очень интересна. К сожалению, он не смог принять участие в мероприятии, но он следит за этой работой и всячески ее поддерживает. Я думаю, что вот сама постановка вопроса, которая находится в названии нашей конференции, говорит о необходимости актуальности совмещения трех явлений. Это, конечно, публичная дипломатия, это университеты, и это цифровое измерение нашей внешней политики и международных отношений в целом. Вот каждое из этих понятий очень существенно, многокранно и заслуживает подробного обсуждения. Я могу сказать по нашей практике в РСМД, что межуниверситетское сотрудничество является обязательным ассортиментом практически любого двустороннего проекта, который мы ведем. Об этом говорят и наши коллеги из Китая, когда мы проводим крупные мероприятия с университетскими партнерами Китайской Народной Республики. Об университетском сотрудничестве говорят и наши партнеры в Индии, в Европе, в Соединенных Штатах. И это понятно. Думаю, что достаточно взглянуть на любой сайт крупного университета, посмотреть и на трафик, посмотреть на содержание этого сайта, чтобы убедиться, что в университетах, конечно, в значительной степени сосредоточены самые острые, самые принципиальные дискуссии по многим вопросам современной жизни. Конечно, молодые люди легче воспринимают новые технологии, новые информационно-коммуникационные возможности, которые сегодня имеются. Кроме того, они лучше знают, как правило, лучше знают иностранные языки, они легче общаются, поэтому не случайно именно университеты очень часто стоят в центре серьезных, острых, широких международных общественно-политических дискуссий. И, конечно, вот сейчас на фоне эпидемии многое меняется и требует нашего осмысления. Меняются технологические возможности, конечно, пандемия коронавируса это большой стимул для развития новых технологий, для того, чтобы люди, в том числе и молодые люди, студенты, аспиранты, преподаватели университетов освоили новые платформы, новые формы общения, но пандемия это также еще и переход на новый уровень дискуссии о состоянии международной среды, о роли отдельных стран в системе международных отношений, то есть это еще и стимул для борьбы нарративов. это очень важно, я думаю, что вот те нарративы, которые сейчас складываются, они во многом определят будущее международных отношений на несколько лет, может быть, даже на несколько десятилетий, но при этом, наверное, все мы понимаем, что университеты это очень особый инструмент по публичной дипломатии, во-первых, все-таки основная задача университета это не ведение публичной дипломатии, это обучение. Во-вторых, университетскую автономию, независимость университета никто не отменял, и мы не так давно могли еще раз убедиться, что вот эта автономия, эта независимость иногда приводит к очень острым дискуссиям и иногда даже к политическим конфликтам. Я бы сказал так, что если сравнивать университеты как инструмент публичной дипломатии с государственными средствами массовой информации, то это все равно, что сравнивать скрипку с барабаном. То есть я не хочу здесь ни в коей мере переуменьшить значение наших средств пропаганды, в том числе на зарубежную аудиторию. Ударник в хорошем оркестре это тоже король, но тем не менее, я думаю, вы согласитесь, что скрипка требует более бережного к себе отношения, ну и в чем-то более виртуозного мастерства, чтобы на ней блестяще играть. Но я думаю, что для успеха кубличной дипломатии, конечно, двух инструментов недостаточно. Должен играть слаженный симфонический оркестр под управлением высококлассного дирижера, и поэтому мне очень приятно, что вот это обсуждение проходит здесь, на площадке Россотрудничества, которое, собственно, и должно выступать в качестве дирижера, управляющего сложным, разнообразным и не всегда легко поддающимся дисциплине оркестрам. Последнее, на чем я хотел бы остановиться, это отметить то, что для нас такое обсуждение имеет значение и для как общественной организации, поскольку, конечно, нам бы хотелось бы, чтобы по итогам этого обсуждения мы могли бы более четко представить себе возможное направление нашей работы, где мы могли быть полезны, в каких областях вклад экспертного сообщества третьего сектора мог бы быть особенно значительным, чем мы могли бы быть полезными и для наших университетов и для наших партнеров, конечно же, в том числе и Россотрудничество. Еще раз хочу поблагодарить всех экспертов, которые собрались здесь сегодня и выразить надежду, что обсуждение вопросов публичной дипломатии в российских университетах, особенно в плане цифрового измерения публичной дипломатии, будет полезно для всех участников. Спасибо. Большое, Андрей Вадимович. Мы, наверное, далее будем идти, чтобы не нарушать тайминг, уже получаем вопросы, они довольно интересны, пока отражают, в принципе, те вопросы, которые мы и планировали обсудить. Фан Анатольевич, хотели бы вам передать слово и, наверное, представляя вас как заместителя руководителя, который, в принципе, отвечает за как раз образовательный блок, два вопроса, которые хотелось бы в вашем выступлении услышать, и они уже, в принципе, схожи с теми вопросами, которые нам, как я понимаю, пишут молодые люди на Facebook, а наша аудитория сейчас уже больше ста человек онлайн. Какие страны демонстрируют наибольший запрос на обучение в России? Можно ли в ближайшие годы ожидать увеличения количества квот для иностранных студентов? Это очень тревожит. Готовы ли российские вузы выступать полноценным субъектом публичной дипломатии, формировать для иностранцев привлекательный образ России, России, как Россотрудничество будет в этом направлении работать? Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо экспертам, которые сегодня присоединились к нашей дискуссии. я хотел бы отдельно большое спасибо сказать авторам доклада, потому что, конечно, сейчас в образовательной среде и сами университеты, и в околуниверситетской среде достаточно часто делаются попытки проанализировать, во-первых, вообще активность российских университетов на международной деятельности, и, в частности, конечно, позиционирование российских университетов с точки зрения онлайн-ресурсов. Но я могу сказать, и я уже некоторым авторам доклада об этом говорил, что тот доклад, который был подготовлен РСМД, это такое очень монументальное с точки зрения научного подхода, с точки зрения качества подготовки информации, конечно, очень серьезный документ, и, безусловно, многие университеты, которые себя увидели, а я с многими проекторами по международной деятельности в рамках подготовки к этому мероприятию общался, и, конечно, кто-то, скажем так, не совсем согласен с выводами и результатами этого исследования, кто-то рад за свой университет, но это, по крайней мере, это исследование никого не оставило равнодушным, и если, как сейчас модно говорить, вывело многие университеты из зоны комфорта, и это дает возможность взглянуть на себя и понять с точки зрения экспертной деятельности, в каком табеле рангов вы находитесь, тогда есть возможность посмотреть на своих коллег и перенимать опыт. И, как уже сегодня было сказано, пандемия коронавируса как раз она заставляет многие вещи, на которые мы раньше может быть обращали внимания, но не придавали им особого внимания взглянуть иначе. Это касается и наших сайтов, это касается и онлайн подготовки, и сегодня вот эксперты от образовательной сферы будут, я думаю, говорить о том, как они представляют, позиционируют, какие цели и задачи стоят перед их университетами по продвижению имени университета в онлайн пространстве. Наши представители директора ЦНК и в Бельгии Вера Георгиевна, я думаю, вы рассказали именно понимание из европейского блока, как себя позиционируют и сильные и слабые стороны российских университетов и Важдаев Михаил Валерьевич как раз-то из, скажем так, азиатского блока. Я хотел бы остановиться на достаточно краткой тезисе на тех проектов, которые реализовывает Россотрудничество и как мы видим глобальное Россотрудничество российские университеты и в онлайн пространстве и как инструмент общественной дипломатии. Как уже сегодня упоминалось, Россотрудничество обеспечивает набор 15 тысяч иностранных студентов в квоты правительства Российской Федерации. Эту деятельность мы, конечно, ведем вплотную с университетами. И эта деятельность обусловлена и тем, что мы вместе с университетами ведем набор этих студентов в связи с тем, что интерес к российскому образованию он очень разный по макро-регионам. Я думаю, что сегодня Карелина Ирина Георгиевна будет говорить с точки зрения глобальной олимпиады, как они видят регионалистику. Я могу сказать, что по тому, как мы видим региональный интерес, это, конечно, в первую очередь СНГ и ближнее зарубежье. И там многие подходы с точки зрения онлайн структур, они имеют там свою специфику. Допустим, Европа и Северная Америка там, конечно, интерес, он несколько иного свойства, там больше это уже следующие ступени образования, там, конечно, и по-другому развит доступ к интернету, и другое качество контента требуется. Отдельным особняком стоит Африканский континент, также, в общем-то, Юго-Восточная Азия, Батинская Америка, и везде для каждого региона специфика позиционирования университетов, она, если не должна быть разной, то она должна точно учитываться. И как раз-то вот проводя набор 15 тысяч студентов, а в нашу базу желающих получить квоту правительства Российской Федерации каждый год попадает порядка от 80 до 100 тысяч человек, то мы вот на этой статистической выборке можем достаточно четко говорить, насколько эффективны те или иные инструменты онлайн позиционирования онлайн образования набора для, допустим, СНГ, и насколько там, где есть недоработки, да, у нас, как урисотрудничество университетов, с которыми мы достаточно плотно в партнерских отношениях работаем, и какие есть сильные стороны, и также можем судить достаточно четко по таким же категориям, допустим, набору по африканским студентам или Латинской Америке. Россотрудничество проводит традиционно презентация российских вузов, и это носит несколько форматов, это как просто выставки достаточно большие на разных площадках, допустим, на той же, в том же немецком нашем центре, также презентация конкретных вузов. В феврале этого месяца проходило празднование 120-летия Московского политеха, и мы как раз для Московского политеха делали отдельную программу презентации в Германии, стартовое мероприятие было в стенах нашего центра, а потом уже большое количество мероприятий было разместено по всей Германии, и это официальные мероприятия, встречи с официальными лицами, это, конечно, и встречи со студентами, и общение преподавателей, и разного рода онлайн и оффлайн конференции научные, образовательные и по общественной дипломатии в том числе. Конечно, если мы говорим про позиционирование, а университеты в первую очередь это, конечно, позиционирование именно Российской Федерации за рубежом, это во многом лицо нашей страны за рубежом, и мы эту деятельность по позиционированию должны вести не начиная, если берем студентов там 10-11 класс, это, конечно, надо начинать намного раньше, и сейчас мы с многими университетами ведем деятельность по тому, чтобы формировать оффлайн, и, конечно, сейчас уже и онлайн программы для школ, и эти программы тоже имеют очень достаточно серьезную специфику от региона, потому что, допустим, если мы говорим про СНГ, там большое количество программ может быть на русском языке, да, если мы говорим про страны Западной, Европы, там другие континенты, то первоначальная часть программ, конечно, должно быть на иностранных языках, но при этом мы, как госорган, который отвечает за продвижение русского языка, за создание условий изучения русского языка, мы понимаем, что вместе с этими программами, вместе с популяризацией всего российского образования, мы еще популяризируем русский язык, и создаем условия для его образования, и сейчас многие университеты как раз-то формируют программы для того, чтобы уже как бы идти в школы и формировать себе вот эту базу абитуриентов и тех людей, которые приедут на обучение в Российскую Федерацию не в 10-11 классе, как в последнее время такая тенденция присутствовала, а намного-намного раньше. Конечно, если мы говорим про мягкую силу, про общественную дипломатию, то наши университеты внутри страны должны оказывать большое внимание работе с иностранными студентами, которые уже находятся в университете и сейчас многие проектора по международной деятельности это хорошо понимают. То есть это не просто, когда не только студент въехал в Российскую Федерацию, его зачислили, он уходит на лекции и чем-то потом еще занимается. Тут очень важно нам его полноценно сопровождать с точки зрения мероприятий, которых он посещает, с точки зрения вне, в общем-то, всего, всей массы, вне учебных процессов. Это я прошу прощения так очень телеграфно говорю, потому что, конечно, на каждую тему, которую я затрагиваю, можно потом очень долго общаться, говорить, там можно устраивать дискуссии. Я думаю, что мы так или иначе можем при возникновении интереса эти темы более узко обсуждать. Это, конечно, и работа у университетов с выпускниками, потому что это огромный пласт людей, которые находятся за рубежом, их потенциалом, знанием и таким позитивным настроем по отношению к Российской Федерации надо пользоваться. И в заключении своего выступления хотел бы сказать, что во многом университеты российские это лицо не только Российской Федерации, но и отдельно взятых регионов. И многие университеты, во многих университетах региональных, я знаю, что у Инны Константиновны хороший центр по общественной дипломатии Волгоградского госуниверситета, сейчас всех не перечислют, у них есть достаточно серьезные, хорошо функционирующие именно центры общественной дипломатии при университетах, и этот центр общественной дипломатии именно позиционирует себя не просто как университетский центр, а как региональный центр, и формирует взаимодействие отдельно взятого региона с многими регионами и муниципалитетами иностранных государств. И это надо, Роснотрунничество это очень активно поддерживает, у нас есть отдельная отделка по работе с регионами, да, и это тот пласт, на который мы тоже должны обращать очень большое внимание, и в заключении своего выступления хочу сказать, что мы часто недооцениваем российский университет как именно инструмент общественной дипломатии, продвижения общественной дипломатии, и я рад, что вот существуют такие онлайн конференции, я думаю, что их будет намного больше, где мы, конечно, должны обмениваться опытом, поднимать эти проблемы, их обсуждать с тем, чтобы вот эту идею, ее от идеи уже более активно двигать к реализации. Спасибо большое. Павел Анатольевич, хочу сказать коллеге Эльнору Валентиновну, уважаемые коллеги, интерес к нашей встрече существенно возрастает, нас уже смотрят более полутысячи человек, все это благодаря поддержке наших партнеров, центров науки и культуры, которые делают перепост нашей дискуссии, а также наших партнеров, вот пишут коллеги из Министерства иностранных дел, которые тоже присоединились, фонда Горчакова, партнеры нового поколения и коллеги, которые работают с блоком по образованию. Первый цикл вопросов в основном, конечно, от молодых людей, и они довольно эмоциональны, мы сейчас все это сводим, чтобы аккумулировать в целом, есть и каверзные вопросы, которые задают наши коллеги, мы тоже от них уходить, от этих вопросов не будем, и, конечно, на них ответим, и хотел бы, прежде чем мы перейдем к самому докладу, я уверен, что сейчас, презентуя доклад, какие-то вопросы уже попадут, уважаемые коллеги, мы хотим сказать, что как это было в предыдущей нашей дискуссии, вся информация аккумулируется, и в едином сводном материале будет представлена руководитель Россотрудничества, поэтому ни один вопрос, ни одна проблема не потеряется, даже если мы не успеем это обсудить. Тем не менее, сейчас, наверное, один из ключевых докладов у нас в нашей дискуссии, это доклад, который представят Иван Николаевич Тимофеев и Елена Капинская. Доклад РСМД на тему электронной интернационализации, собственно, российских университетов в глобальном интернете задачи публичной дипломатии. Иван, хотели бы передать вам слово и обратить внимание наших коллег на экран. Спасибо большое, Виталий, уважаемый Леонид Валентинович, уважаемый Андрей Вадимович, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших партнеров в Россотрудничестве за возможность провести такую совместную конференцию. Она является в том числе результатом работы обновленного экспертного совета Россотрудничества, куда любезно были приглашены представители РСМД. И, в общем, тот факт, что он так оперативно начал работать и давать результаты в виде таких мероприятий, конечно, очень нас радует. Я бы хотел сделать акцент в нашем выступлении на результатах большого эмпирического исследования, которое мы ведем в Российском Совете, в интересах наших университетов и нашего исследовательского сообщества, образовательного сообщества, но также в интересах нашей дипломатии и общественной дипломатии, публичной дипломатии и гуманитарного сотрудничества Российской Федерации с нашими партнерами за рубежом. Ну, перед университетами много задач стоит. Здесь и образование, и наука, конечно, в первую очередь. И, конечно, в этом отношении российские университеты сохраняют очень большой, серьезный потенциал. Нам есть, что предложить миру и предложить во многих отношениях. Университетское образование можно рассматривать как экспортные продукты. В России заработала очень серьезная программа экспорт-образования, направленная на то, чтобы серьезно увеличить наши экспортные поступления от продажи наших образовательных услуг. Но здесь и мощная политика гуманитарная составляющая, потому что, конечно, мы в РСМД наблюдаем, к сожалению, за последние 6-8 лет, ну, это и раньше на самом деле началось, ну, просто информационная какая-то вакханалия в отношении нашей страны. И, когда общаешься с молодежью, которая очень уязвима ко всем этим стереотипам, потому что навязываются средства массовой информации, конечно, очень остро создаешь потребность, ну, хотя бы в какой-то сбалансированной картине мира для молодых людей, хотя бы, чтобы они слушали разные точки зрения. К сожалению, эта тенденция проникает и на экспертный уровень, он все больше идеологизируется, поэтому вопрос здесь не только в работе с молодежью, но и в работе с нашими коллегами-экспертами, учеными в самых разных областях. Но вот Ильяна Романтина отметила очень важную вещь в своем выступлении о том, что мы живем в новой технологической реальности, и перед университетами это действительно открывает новые возможности. Вот сейчас у нас дистанционная конференция, мы в таком же формате можем образовательные мероприятия проводить очень успешно, но одновременно есть и свои сложности. В частности, речь идет о том, что, например, молодое поколение сейчас уже фактически живет в социальных сетях, в интернете, и без эффективного интернет-маркетинга университета, глобального интернет-маркетинга, ему, конечно, очень сложно конкурировать с зарубежными своими партнерами, коллегами, конкурентами, кстати говоря, даже если наш потенциал выше, чем у них. То есть, к сожалению, побеждает конкурентной борьбы не только тот, кто представляет более качественную услугу, но и тот, кто ее умело продвигает за рубежом. Мы исходим из того, что, конечно, традицией нашего экспорта образования было обучение на русском языке, я считаю, что этот курс менять не нужно. Здесь есть большой потенциал. Очень хорошо, что некоторые университеты запускают иглоязычные программы, нужно этот курс сохранять, но при этом понимать, что, конечно, в ближайшем будущем основа нашего образования будет на русском. Но, прежде чем мы пригласим к себе нашего студента, который будет здесь учить русский, потом учиться на русском языке, конечно, надо как-то выйти на него, нужно наладить с ним коммуникацию, нужно наладить коммуникацию с его родителями, с другими важными целевыми акториями. Конечно, здесь возрастает роль англоязычной коммуникации, потому что, ну, хотим мы этого или нет, английский язык сегодня превратился в такое достаточно универсальное средство общения, он лидирует во всех странах, как язык, который учат в качестве иностранного. И вот с университетами мы очень много дискутируем о том, на каких языках должны быть сайты университета. Очень хорошо, что многие делают и на китайском, и на ряде других языков, на испанском, на многих других. Но поддерживать сайт в рабочем состоянии, конечно, и социальные сети, конечно, удобнее, прежде всего, на английском языке. Поэтому, конечно, эффективное использование англоязычных интернет-ресурсов и сайта, и аккаунта в социальных сетях становятся важным элементом продвижения нашего образования за рубежом, а соответственно достижение цели нашей публичной дипломатии. Пожалуйста, следующий стайд. Мы еще в 2013 году затеяли большое исследование, хотели выяснить, а как, собственно, выглядит наша коммуникация университетов в англоязычном интернете, и мы решили разработать методологию, которая была бы прозрачной для всех, то есть здесь может быть очень много мнений, много оценочных обсуждений, мы решили их привести к какому-то более-менее прозрачному знаменателю, и, в общем-то, разработали такую методологию, она сочетает в себе и количественные методы, и качественные экспертные оценки, и, соответственно, вот тот доклад, о котором Павел Анатольевич упоминал, и о котором я скажу больше в своем выступлении, он, конечно, отражает результаты этого исследования. Пожалуйста, следующий статус. Ну, начали мы с пилотного проекта в 11 крупных университетах страны, которые являются корпоративными членами университета, это и московские вузы, и крупные региональные университеты, мы, вот я просто лично их объездил, и много разговаривал и с сотрудниками руководителя международных департаментов, с проректорами, ректорами, и я очень благодарен руководству университетов, которые очень непонятительный интерес к этой идее проявили, нам очень помогли, собственно, вот этот на начальном этапе отзыв университетов, а что им нужно, как они видят себе ситуацию, и в итоге наша методология подразумевает работу, точнее, оценку работы с 10 ключевыми целевыми аудиториями от студентов, абитуриентов, и их родителей заканчивая работодателями, исследователями, прессой. Мы разделили порталы университета на 16 содержательных блоков и ведем мониторинг университетского портала на основе 108 переменных. Я здесь хочу подчеркнуть, что это не машинная работа, здесь экспертная оценка, в мониторинг ведут люди и наши сотрудники РСМД. И здесь, понимаете, мне кажется, это очень важный момент, потому что машинные методы очень часто уводят нас от сути вещей. Они важны, число кликов, куда кликают и так далее. Университеты сами довольно успешно справляются с этим. Вот мы своей задачей поставили, скажем так, агрегацию информации о состоянии, содержательном состоянии наших университетских порталов. В итоге сейчас у нас в базе данных 67 российских университетов, туда входят университеты из программы 5100, научно-исследовательские университеты, федеральные университеты, то есть мы взяли крупные университеты, у которых есть реальные ресурсы для того, чтобы вести активную международную деятельность и активно вкладывать свои электронные ресурсы. Но вот в 2015 году мы начинали с меньшего количества, это было всего лишь 45 университетов, сейчас 67. Ну и сравниваем их, естественно, с ведущими университетами из Tokstor, QS, рейтинга, соответственно, такую сравнительную работу тоже ведем. Следующий сайт поможет. Ну, какие у нас результаты? Каждый год выпускаем обзорный доклад по состоянию университетских сайтов, так как у нас есть индекс электронной интернационализации, он отражает степень наполнения англоязычного портала теми или иными элементами, начиная от информации оба университета, заканчивая карьерой для выпускников, сайтом выпускников и так далее. Соответственно, вот буквально через две недели мы выпускаем очередной наш доклад и выложим его на портал РСМТ. Доклад полезен тем, что, в принципе, на его основе сотрудники университетов могут выстраивать свою работу и эффективно ее мониторить. Мне многие ректоры говорили, что они используют даже доклад с тем, чтобы, ну, скажем так, в хорошем смысле контролировать работу профильных отделов или департаментов по международному сотрудничеству. и на самом деле мы достаточно широкий круг и высших школ охватили, это был очень интересный опыт, начинали мы с классических университетов и вот недавно получили опыт работы, скажем так, с более специализированными университетами, например, очень большой потенциал у нашего первого медицинского университета и, собственно, с ними очень конструктивный получился диалог, разговор и работа, то есть это не только задачи для классических университетов, но даже еще даже в большей степени университетов, где у нас есть серьезные конкретные преимущества медицинская школа, техническая школа и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот наше исследование выявило три группы. Группа лидеров, сюда входят всего лишь шесть университетов, но это действительно очень серьезные сайты, серьезные порталы, аккаунты в социальных сетях, кстати, некоторые из этих лидеров, в том числе нам приятно, они в пятнадцатом году, когда мы начинали исследование, в этот круг не входили, но благодаря работе активной над своими порталами как раз подтянулись сюда. И в числе этих лидеров довольно много региональных университетов, то есть это не только московские школы. Группа догоняющих, как мы их называем, ну, я бы назвал их крепкими середняками, 36 университетов. Как правило, у них заполнено в районе половины контента, который мы считаем необходимым для портала университетского, для иностранных аудиторий, это большинство школ, и группа отстающих. Мы не вкладываем, конечно, никакую нормативную нагрузку в это, мы честно, откровенно с университетами работаем, из каждой группы, но стараемся быть при этом максимально откровенными в наших концентрах. Факт остается фактом, проблема есть у нас. Есть мощные школы, у которых, к сожалению, их потенциал, который они могут дать зарубежному, зарубежной аудитории, не сопоставим с тем, как они это продвигают в современном интернете. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вы знаете, вот когда мы первые сделали срез в 15-м году, наша гипотеза была, что сильные университеты будут почивать на лаврах и развиваться будут медленнее у университетов отстающих или крепких середняков. Но оказалось совсем по-другому. Сильные университеты становятся еще сильнее, они с каждым годом набирают все лучше, все больше укрепляющих позиций, средние университеты тоже достаточно динамично работают, хотя и не так, как сильные. А вот слабые, как были слабыми, так слабыми и остаются. То есть это вот неожиданный для нас результат. Мы это думали, что за счет эффекта низкой базы отстающие университеты будут расти быстрее. К сожалению, это не так. Ну сейчас буквально несколько слов с конкретными данными из доклада скажет мой заместитель Елена Карпинская, заместитель программного директора РСНД. Елена, вам слово. Не слышно вас. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность представить результаты, результаты нашего исследования, нашего анализа. и и так. Как ранее уже отметил Иван Николаевич, для удобства анализа мы все университеты разделили на три группы и отдельно проанализировали каждую из них. В итоге получили следующие результаты. лидеры, как оказалось, уделяют большее внимание разделам об университете, истории, основные показатели и партнеры. При этом такие разделы, как подразделения факультета, выпускники и карьеры заполнены в среднем только на 41%, то есть меньше, чем на половину. Наблюдается положительная динамика развития второй группы университетов, так называемых, мы их назвали догоняющих. 68% улучшили свои показатели, при этом лучше всего выполнены разделы об университете, контакты, поступления в университет и хуже всего выполнены разделы библиотека, выпускники и карьеры. Что касается третьей группы университетов, то они демонстрируют незначительный рост. При этом интересно отметить, что четыре университета из этой группы вообще не имеют англоязычного сайта университета и хотелось бы сделать большую ремарку, что все эти четыре университета входят в проект экспорт-образования. Наиболее развитые базовые разделы, разделы выпускники, карьера, основные показатели заполнены менее чем на 10%. Хотела бы отдельно показать диаграмму, которая более наглядно демонстрирует отличие показателей различных групп университетов. Здесь мы видим, что лидеры отмечены синим, они явно показателем явно опережают все остальные вузы. При этом остающие вузы догоняющие наблюдается самый значительный разрыв от лидеров университета по таким разделам, как библиотека, карьера и выпускники университета. отдельно мы проанализировали, нам было интересно посмотреть, каким образом российские университеты выгодны или нет отличаются от своих зарубежных коллег, и, как уже сказали, сравнили с 10-ю зарубежными университетами, которые входят в топ-100 рейтинга в УС, но мы сравнивали не все университеты в целом в нашей выборке, а выделили, конечно же, университеты лидеры, чтобы это сравнение было более оправданным. Что мы видим на данной диаграмме? На самом деле мы видим очень неплохие значения показателей российских университетов. Надо сказать, что исследование показало, что по большинству разделов, на которых основана методология нашего анализа, российские университеты выполняют лучше зарубежных конкурентов. Мы видим, что красная линия отвечает за лидеров российского рейтинга и синие за лидеров рейтинга QS. И только несколько есть разделов проблемных, по которым российские университеты значительно отстают. Это разделы карьера, выпускники, библиотека и подразделения университетов. Я отдельно хотела для наглядности продемонстрировать их на отдельном слайде и несколько слов сказать у каждого из этих разделов. Эти разделы являются одними из самых сложных, но при этом играют немаловажное значение для зарубежной аудитории при выборе места обучения. Например, раздел подразделения факультета особенно важен для текущих иностранных студентов университета, поскольку облегчает процесс обучения и интеграцию в учебную жизнь университета. Надо отметить, что российские университеты сильно недооценивают потенциал работы с зарубежными выпускниками. Среди очевидных для всех фактов является тот факт, что, например, список выдающихся выпускников, размещенный на интернет-ресурсах университета, подкрепляет выбор в пользу данного университета. Но также стоит обратить внимание, что выпускники являются серьезным ресурсом, который важно и нужно использовать. Выпускники являются одним из основных каналов распространения информации об университете, построения позитивной репутации вузов, пополнения эндаумента университета и прочее. И наша рекомендация привлекать выпускников университета в качестве амбассадоров бренда университета отдельных образовательных программ. надо отметить слабую проработку раздела карьера и российских университетов. И это означает, что российские университеты не используют в маркетинге образовательных программ инструмент карьерного развития. Потенциальные студенты не получают информацию о том, каких карьерных успехов достигают выпускники университета, какие возможны карьерные траектории профессионального развития для них в будущем по завершении обучения в данном университете. При этом, это при том, что в настоящий момент информация в глазах потенциальных абитуриентов и их родителей о возможности карьерного развития имеют первостепенно важность сейчас. И, наконец, пару слов хотел сказать о разделе библиотека. Для иностранных абитуриентов студентов так же как для научно-педагогических кадров этот раздел имеет принципиальное значение, так как дает возможность доступа к постоянным обновляемым базам данных университета вне зависимости от их местонахождения. И нельзя говорить о проведении какого-либо научного исследования без системы предоставления доступа к электронным библиотечным ресурсам, к международным или российским базам данных. И надо отметить, что в современных условиях перехода на дистанционное обучение и разработки дистанционных программ обучения для иностранцев этот раздел приобретает приоритетное значение, и мы бы хотели обратить внимание университетов на его значимость. и хотел отдельно остановиться на работе российских университетов в англоязычном сегменте соцсетей. В 2019 году Российский Совет по международным делам разработал методологию оценки эффективности деятельности российских университетов в социальных сетях. Наверное, не стоит говорить о важности работы в социальных сетях, поскольку основные целевые аудитории университета, и вообще мы знаем о большой вовлеченности как абитуриентов, студентов и людей старшего поколения в соцсетях. И мы показали, мы увидели интересные результаты по результатам исследования. Они показали, что российские университеты практически не используют потенциал социальных сетей для реализации своих стратегических целей. Всего 29 из анализируемых российских университетов имеют англоязычные страницы в социальных сетях. Но надо отметить, что даже в этом случае, в этих случаях работа ведется номинально. Всего 7,7% российских университетов ежедневно публикуют информацию на своих страницах, своих аккаунтах. При этом уровень обратной связи остается крайне низким. Хотела бы отметить один момент, на который мы обратили внимание. Мы делали запросы через соцсети, задавали вопросы по поводу поступления, по поводу возможного финансирования обучения и прочее. И вот ответ занимал от нескольких часов до нескольких недель. Мы понимаем, что это максимально неэффективно и таким образом работа не должна осуществляться. И здесь мы хотели бы отдельно подчеркнуть, что работа с социальными сетями отличается от работы с классическими СМИ и не может вестись односторонне, как это возможно в случае официальных порталов университетов. И буквально пару слов о других наблюдаемых проблемах в работе с англоязычными соцсетями это отсутствие поддержки пользователей и вовлечения пользователей в создание контента университета. Также мы наблюдали отсутствие партнерских связей с неофициальными сообществами. Университеты не считают это важным, очевидно. Здесь важно заметить, что не происходит интеграция контента неофициальных сообществ университетов в официальные. И еще один момент это то, что сотрудники университета, студенческие организации, университетские СМИ не вовлечены в создание развития контента на официальных страницах. Не используется механизм вовлечения аудитории в прямое общение внутри сообщества для того, чтобы предоставить пользователям актуальный контент. Именно в этом и состоит основная функция социальных сетей. Большое спасибо. большое уважаемые коллеги. Хочу сказать, что те вопросы, которые у нас были подготовлены по вашему блоку, они все, ответы на них как раз прозвучали, поэтому я думаю, что наша аудитория в этом плане останется довольна. Доклад представлен максимально широко. В этой связи вопросы поступают, где его можно почитать, получить. Об этом пишут наши университеты и субъектов Российской Федерации. Я так понимаю, на сайте, наверное, РСМД. В открытом доступе, Виталий Ильич, в открытом доступе на портале РСМД. Если какие-то проблемы возникнут, мы тоже на связи готовы доклад передать. Прекрасно. Ну и мы, соответственно, тоже по запросу отреагируем. Уважаемые коллеги, у нас аудитория растет, охват уже практически полторы тысячи человек. Дискуссия наша остается актуальной. Также трансляция Эльдору Валентину у нас идет в Сербию, Тель-Авив, Украина, Вьетнам с нами на связи. Большая часть вопросов, конечно же, остается по тематике повышения количества квот и их распределения. Я думаю, что мы эту тему еще обсудим в рамках дискуссии. Но сейчас, конечно, хотелось бы передать слово в Брюссель руководителю нашего центра науки и культуры Веры Георгиевны Бунина. Ее участие, разумеется, в нашей дискуссии не случайно. Вера Георгиевна представляет фактически европейскую столицу здесь и имеет, наш центр имеет хороший опыт работы с европейскими и НКО, и университетами, опыт работы европейских вузов, европейских институтов, может быть, мягкая сила, он тоже нашей аудитории очень интересен. Вера Георгиевна, какие методы привлечения иностранных студентов практикуют европейские вузы, в чем их работа на этом направлении отличается от российской практики, если можно, несколько слов будет на эту тему, и насколько развита сейчас в Европе система онлайн-образования, могут ли российские студенты получать удаленное образование в европейских университетах, это общий вопрос, если будут ответы на них, это будет тоже очень интересно, ну и, разумеется, несколько слов о том, насколько Европа в рамках пандемии перестроилась в онлайн-режим, насколько сейчас это является эффективным, или, выходя из этого режима, все об этом начинают забывать и возвращаются к обычной жизни. Вера Георгиевна, вам слово, пожалуйста. Спасибо, Виталий Ильич. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу поблагодарить за организацию этого замечательного семинара, конференции, потому что, мне кажется, что как для Россотрудничества, так и для РСМД, и в первую очередь для университетов, конечно же, проблематика одна из первостепенных сейчас, и в плане развития публичной дипломатии роль образования будет только возрастать, она уже достаточно большая сейчас, но она будет увеличена, если вы позволите. Да, спасибо, во-первых, коллегам за прекрасную презентацию, за этот анализ, это очень интересное исследование, и оно, в частности, предваряет и мое выступление, потому что на какие-то моменты я тоже буду в нем ссылаться, говоря об опыте западноевропейских вузов. Мое выступление будет состоять из трех неравных частей, я сначала, если вы не возражаете, расскажу об опыте, начну вот с ответа на последний вопрос Виталия Викторовича, об опыте деятельности западноевропейских вузов нашего региона онлайн и перехода в онлайн, потом я расскажу, как заявлено на тель моего выступления о преимуществах и вызовах вообще дистанционного обучения, дистанционного образования, и закончу небольшим кейсом нашего конкретного центра деятельностью курсов русского языка при РЦНК в Брюсселе, которые переводятся, сейчас переведены онлайн, и, скорее всего, в значительной степени в нем и останутся в связи с требованиями настоящего момента. Итак, я хотела бы начать с того, что вот переход на онлайн и деятельность университетов онлайн и вообще виртуальном пространстве, она для Западной Европы не нова. Пандемия и карантин не послужили толчком для перехода в онлайн, эта деятельность ведется уже очень давно, и, соответственно, эта ситуация, она по большому счету не была форс-мажором для западных европейских университетов. Почему? Потому что уже в течение многих десятилетий здесь развитие виртуальной деятельности университетов идет по двум направлениям. Во-первых, существуют так называемые свободные университеты, которые существуют только онлайн. Первые два университета, и наиболее крупные, были созданы аж в 1984 году. Это открытый университет Великобритании, открытый университет Нидерландов. Второй для нас здесь в Бельгии наиболее важен, потому что в Бельгии существует 15, действует 15 отделений этого нидерландского открытого университета. Открытый университет осуществляет деятельность исключительно онлайн, причем принимаются все бесступительных экзаменов и даются все виды обучения. Это был кариат, магистратура, постмагистерские программы и так далее. Что способствует успеху этих открытый университет Великобритании? Это самое крупное образовательное учреждение страны, 168 тысяч студентов. Первое, конечно же, это единая лингвистическая база, то есть это единый язык преподавания, это английский, хотя в нидерландском открытом университете используется и нидерландский язык тоже, но он меньше количества курсов представлен. Это, повторяю, все виды обучения, бакалавриат, магистратуры и постмагистерские программы. Это в основном не технологические специальности, которые не требуют практического взаимодействия. Это науки об окружающей среде, науки информации и коммуникации, гуманитарной науки, управление администрацией, образовательной науки, педагогика, психология и юриспруденция. И, конечно же, это различные специфические формы онлайн-обучения, о которых я расскажу позже, когда буду говорить о преимуществах и вызовах. Это первая тенденция, почему западноевропейские университеты могут привлекать вот такое количество студентов и действовать онлайн достаточно успешно. Это создание онлайн-университета. Вторая тенденция это создание уже существующих университетов виртуальной учебной среды, виртуальная образовательная среда. О чем я говорю, я могу показать на определенном кейсе, если хотите, примере крупнейшего бельгийского университета, который называется Патолический университет Левена. Это университет, один из старейших вообще в Европе и в мире, основан был в середине 15 века, сейчас в нем обучается порядка 60 тысяч очных студентов. Он занимает 45 место в рейтинге Times и 80 место в рейтинге QS в этом 2020 году. В 2001 году Левенский университет создал общую виртуальную учебную среду, которая называется Толеду. Что входит в эту виртуальную учебную среду? Это, обращаю ваше внимание, что это не сайт, это не просто сайт, это именно виртуальный университет, в который входит, во-первых, внутреннеуниверситетская социальная сеть. Все, без исключения сотрудники и студенты университета, а также студенты аффилированных лабораторий и при университетских предприятиях и фирм, об этом я отдельно скажу, все обязательно являются пользователями этой виртуальной учебной среды. Это, естественно, инструмент доступа к контенту, то есть виртуальная учебная среда это огромное количество онлайн-курсов, учебно-методических комплексов, самого разного рода методических материалов, которым доступны в университете. Виртуальная среда это инструмент оценки. Университетские экзамены, как частичные, так и финальные, проводятся онлайн. И студенты защищают свои проекты и сдают экзамены тоже онлайн. Естественно, следы всего этого сохраняются, и студенческие работы становятся частью, пополняют вот эту виртуальную среду. И, конечно же, виртуальная образовательная страда это инструмент публикации. То есть все, что делается студентами университета, делается преподавателем университета, публикуется в этой виртуальной образовательной среде и остается как инструмент продвижения университета на международной арене и не только. В этом смысле мне кажется, что подключение российских университетов к виртуальным учебным средам западноевропейских университетов или не только западноевропейских, это был бы эффективный инструмент продвижения российских университетов на международную арену. Потому что Католический университет Львина создал эту платформу, которая называется Толиэду, как я уже говорила, в 2001 году. К ней постепенно подсоединяются другие бельгийские и не только университеты. Сейчас она объединяет 12 университетов, из них 6 государственных возок и 6 частных высших школ и объединяет 140 тысяч пользователей, 45 тысяч учебных курсов, 8 тысяч учебно-методических комплексов. Ежедневно этой виртуальной учебной средой пользуются более 80 тысяч пользователей. Подключение российских университетов к таким виртуальным средам, к таким виртуальным объединениям университетов было бы существенным, важным инструментом продвижения нашего образования в западноевропейской сети. Точно. Но, естественно, этот кейс, он не единичен, и он распространяется и на американские континенты, и на азиатские и так далее. То есть, мало иметь хороший сайт, мало иметь хороший сайт на английском языке, мало уделять на сайте большое внимание ключевым на самом деле моментом. Вот меня поразило в презентации коллег о том, что на наших сайтах, даже имеющих английские версии, меньшее внимание удаляется карьерой, выпускникам и подразделениям факультетов. Это самая главная информация, которая должна исходить вовне, в международную среду, потому что люди идут в университеты ради карьеры, ради валидного теплома, ради строчки в резюме, которая принесет им дивиденды и прибавку к зарплате. Поэтому именно эти разделы сайтов в первую очередь надо переводить на английский язык и, повторяю, попытаться встраивать их в международные образовательные порталы, вот в эти группы университетов, которые уже существуют и уже функционируют. Если российские университеты встроятся в группу ТОЛЕДУ, то ежедневно их информацию будут видеть минимум 80 тысяч человек. То же касается, кстати говоря, и раздела библиотеки, который нужно понимать шире, как раздел учебно-методических материалов, которые могут быть доступны для студентов, обучающихся онлайн. Что здесь можно еще сказать? О том, что позиционирование наших университетов, если оно успешное в Западной Европе, оно идет, конечно, через развитие двусторонных программ, которые могут быть сделаны и онлайн тоже, через развитие двойных дипломов, причем не обязательно финальных дипломов, не обязательно так называемых больших дипломов бакалавриата или магистратуры. Это могут быть промежуточные дипломы, о которых я сейчас скажу, и которые очень активно сейчас в Западной Европе увеличивается количество так называемых микродипломов, промежуточных дипломов. И, конечно, это создание двусторонних исследовательских программ. Здесь в качестве положительного примера я могу привести сотрудничество университета Томаса Мура бельгийского и МИИТ, Институт международных транспортных коммуникаций МИИТ, который делает программу по международному транспорту. Я знаю, что католический университет Левина взаимодействует с МИФИ, с ФИСТЕХом, я знаю, что они взаимодействуют с первым МИД университетом имени Сечного. Такие программы, естественно, ведутся, и они достаточно успешны, но включение наших университетов в виртуальное образовательное пространство Западной Европы, мне кажется, это был бы прорывной инструмент, прорывной шаг, который позволил бы действительно показать выгоды и преимущества российского образования в этом важном регионе. Теперь вторая часть моего короткого слова относительно преимуществ и вызовов онлайн-образования в целом, дистанционного образования, которое, собственно говоря, и требует постоянного внимания вот к тем методам и к тем инструментам, о которых я говорила на примере Левинского католического университета. Я обозначу только три основные дефенции, которые, с одной стороны, дают действительно пищу говорить о том, что онлайн-образование предоставляет совершенно невероятные новые возможности, которые должны быть использованы и после снятия карантина и прохождения вот этой форс-мажорной ситуации, а с другой стороны, эти же сильные стороны могут давать и отрицательные эффекты превращаться в вызовы и как с этим бороться, какие инструменты могут быть использованы. Основное, конечно же, основное преимущество онлайн-образования это свободный доступ к этому самому образованию, что мы видим на примере того же открытого университета Недалантов или Левинского университета или любых других. Во-первых, это расширение географии на другие города и на другие страны. Во-вторых, это свободный доступ, то есть без экзаменов. Там существует только небольшой возрастной ценз, принимаются студенты старше 18 лет. То есть это абсолютная общая доступность этого образования. Естественно, это изменение возрастного состава, это приток молодежи, особенно на программы дополнительного образования, профессионального образования, которым сейчас очень большое внимание уделяется. И это изменение социального состава студентов и слушателей. Потому что на микродипломы, на программы дополнительного образования приходят профессионалы, соблюдая принцип пожизненного обучения, который сейчас во всем мире набирает обороты и который вызывает вот такой вот всплеск дополнительного образования, программ MBA и других программ профессионального повышения квалификации, которые тоже в Западной Европе стараются подменивать себя и совершенно справедливого университета. И так свободный доступ к образованию это несомненное преимущество. Но вызов, который тоже с этим связан, это изменение характера мотивации. Понимаете, при свободном доступе люди как приходят легко, так же легко и они уходят. Потому что практически весь учебный материал студент-дестиционник должен освоить самостоятельно. Это требует очень большой развитой силы воли, это требует ответственности на самоконтроле, это требует поддерживать нужный темп обучения без контроля со стороны университета группы преподавателя, это создает очень большие проблемы. Как с этим справляются западноевропейские университеты? Во-первых, это с одной стороны укропнение университетов и превращение их в сети, сетевой характер объединения университетов, о которых я сказала, 12 университетов объединились для создания образовательной виртуальной среды А с другой стороны это дробление курсов, то есть разработка модульных систем, разработка модульных курсов, разработка модульных дипломов, создание микробакалавриатов, создание микромагистратур, создание небольших промежуточных дипломов на определенные виды проектов, фрагментирование учебных программ, принцип пазла, конечный диплом университет не может предоставить, пока он не соберет промежуточные дипломы со всех этих микрокурсов и пока кандидат на ученую степень не предоставит, так сказать, послужной список в своем университете, что он все прошел и все экзамены успешно сдал. Это, естественно, снижение стоимости образования. Это важный момент, который очень сильно обсуждается в западноевропейской медиасреде. Увеличение доступности должно быть связано со снижением стоимости образования, если оно происходит онлайн и дистанционно. И, конечно же, еще один инструмент, который помогает поддержать вот это не снижение мотивации, удержать студентов при том, что дисциплина совершенно этому не способствует, скажем так, при дистанционном обучении, это организация индивидуального тьютерства, организация индивидуального контроля преподавателей за студентами, индивидуального сопровождения университетского паркура. Сокращаю свое выступление, меня просят коллеги сократиться, поэтому я только обозначу еще два важных момента, связанных с преимуществом и вызовом университетского образования. Это индивидуальный характер образования, который, конечно же, дает очень большое преимущество, но, с другой стороны, дистанционное образование не подходит для коммуникабельности, поскольку личный контакт учащихся друг с другом преподавателя минимален, а то и вовсе отсутствует, то не вырабатываются навыки работы в команде, навыки работы в коллективе, не создается вот тот бэкграунд необходимый для дальнейшей работы профессиональный, который создает нормальный университет. Поэтому полностью не может быть переведено образование онлайн, конечно же, университеты делают и очные сессии и очные модули, и этот инструмент обязательно останется. И последний момент, который связан с вызовами и преимуществами. Преимуществами, естественно, является огромный доступ к базе данных. Любой методический комплекс, любые учебные материалы сейчас доступны, но онлайн-образование приводит к недостатку практических знаний, потому что обучение специальностям, предполагающим большое количество практических занятий, переводчики, врачи, учителя и так далее, им, конечно, даже самые современные тренажеры не заменят конкретные практики. Какой здесь есть выход и в чем наши университеты могли бы позиционироваться на образовательном рынке Западной Европы? Это создание большого количества профессиональных стажировок на предприятиях России, в университетах России, в образовательных лабораториях России. То есть стажировки, которые сейчас для западноевропейских университетов являются просто обязательным пунктом учебной программы, минимум последний год посвящается большому количеству стажировок на самых разных предприятиях. Если мы могли бы встроиться в эту систему, то позиционирование российских университетов на западноевропейском рынке было бы гораздо более успешно. На этом я хочу закончить, сказав только, что все эти вызовы и преимущества мы в полной мере испытываем на себе, на курсах русского языка при Российском Центре науки и культуры в Брюсселе. У нас достаточно крупная организация дополнительного образования, более 300 слушателей на страну в 11,5 миллионов населения, согласитесь, это немало, при том, что преподавание русского языка в Белии сокращается, у нас оно увеличивается более чем на 80% за два года. Наши дипломы являются валидными в образовательной среде Западной Европы, кроме того, они признаются европейскими институтами и бельгийскими государственными учреждениями, кроме того, мы организуем сертификацию, официальную сертификацию русского языка как иностранного совместно с Институтом русского языка имени Пушкина и таким образом увеличим еще больше ликвидность наших дипломов, валидность наших дипломов. И для того, чтобы достичь этих результатов, мы используем именно те инструменты, о которых я говорила, то есть создание виртуальной образовательной среды, набор онлайн-группы, вот сейчас во время карантина у нас не только не сократилось количество слушателей, у нас увеличилось, мы набрали две новых группы и сейчас успешно ведем набор на литние курсы, которые тоже пройдут онлайн, и это, конечно, фрагментация дипломов, то есть создание специализированных курсов, русский как иностранный для бизнесменов, русский как иностранный для журналистов, русский как иностранный для переводчиков. Очень важный момент это создание курсов так называемого эдютейнмента, то есть креативного образования, развлекательного образования, потому что многие идут, люди изучают русский язык, потому что они хотят больше знать о России, потому что они хотят получить информацию из первых рук, поэтому в учебные курсы на курсах русского языка очень важно добавлять страновеческую информацию, информацию о регионах России, информацию о связях с культурологическими, цивилизационными и так далее, и так далее. Вот мы создаем такие специализированные курсы, они пользуются большим большим спросом. В заключении я хотела бы призвать нас всех больше работать в онлайн, создавать вот эту виртуальную образовательную среду и для российских университетов, и встраиваться в международные уже существующие виртуальные образовательные среды, и делать то же самое в частности для региона Западной Европы по подготовке общей виртуальной образовательной среды преподавания русского языка к иностранному. Спасибо. Спасибо большое. Немного выбились из тайминга, но в поддержку вашего выступления скажу, что в прошлый раз у нас дискуссия как раз и разворачивалась в сторону того, что многие рекомендовали подключать наши центры науки и культуры, потому что хотели бы слышать мнение наших коллег и понимать, как быстро она работа там. Поэтому, к сожалению, тайминг наш сокращается, будем ускоряться, переходим из европейской части в Центральную Азию. У нас на связи руководитель Российского центра науки и культуры в Душанбе Михаил Валерьевич Важдаев. Роль российского образования в укреплении взаимоотношений России и стран в Центральной Азии на примере Таджикистана. Спасибо большое. Добрый день, уважаемая Елена Валентиновна, уважаемые коллеги. Честно говоря, конечно, выступать после Европы сложновато, потому что мы, конечно, мы далеко и от Москвы, тем более от Брюсселя можем похвастаться почти полутора тысячекилометровой границей с Афганистаном, но имеющиеся в этой связи проблемы, а именно отсутствие шайкополосного и скоростного интернета, отсутствие его в школах, отсутствие его в личном пользовании в домах, конечно, в общем-то по-серьезному ставят вопрос о возможности обучения в удаленном режиме или в режиме онлайн для республики Таджикистан. Ну, по общению с коллегами и зная ситуацию в Уфтекистане, например, и в Киргизии, это лучше, то есть там интернет быстрее и эти варианты возможны, но хочу сказать, что тем не менее, поскольку у нас разговор сегодня и о мягкой силе, и о взаимодействии с российскими вузами, у Таджикистана на протяжении уже последних нескольких лет имеется такая явно выраженная тенденция к усилению взаимодействия, и в первую очередь это не без помощи, конечно же, властей и того стратегического партнерства, которое есть между Россией и Таджикистаном, и, конечно, несмотря на то, что это, конечно, восточная страна, с тем, что наши действия здесь носят разрешительный характер, то есть нам на то, чтобы что-то сделать, нужно получить разрешение, но, тем не менее, здесь действительно открыты двери и открыты двери для российских вузов, и, ну, можем сказать, что вот ежегодно более 100 вузов Российской Федерации проводят презентационные мероприятия в республике Таджикистана, это и олимпиады, это и профориентационные мероприятия, это и онлайн-олимпиады, и, например, это делает и высшая школа экономики, Самарский научно-исследовательский институт, то есть, тем не менее, взаимодействие с конкретными школами в разных регионах Таджикистана, даже при, скажем так, очень условно среднем интернете, тем не менее, эти варианты возможны, и они проводятся, и также они проводятся и при помощи, и при поддержке Российского центра новококультуры Душанбэя Телега Таджикистана. Ежегодно в выставке-ярмарке в Таджикистане, в Душанбэе и в нескольких городах республики принимают участие 55 российских вузов, как это было в прошлом году, в 1938 и в 1934 в 2017 и 2018 году, то есть, опять же, есть нарастающая тенденция, то есть, интерес вузов присутствует и в том числе в ситуации, когда, понимаете, здесь еще и своя ментальность, когда речь идет о том, что спонсорами обучения в Российской Федерации часто являются родственники, часто это могут быть дяди, дедушки, и им очень важно задать свои вопросы, не онлайн или виртуально куда-то на почту отослать, то есть, они умеют пользоваться почтой, хотя это тоже есть в этом походной компании, есть у нас с этим сложности, потому что ребята теряют пароли от почты, забывают, и в общем-то взрослые бывают тоже. И вот этот формат общения с непосредственными представителями вузов, возможность задать вопрос и получить ответ, взять буклет, потом прийти домой и разложить перед дедушкой или дядей, который скажет, поедешь вот сюда. Это позволяет вот именно то, что коллега говорила, наладить вот этот контакт. Это один из, скажем так, форматов вузов со школьниками. И понятно, что их интересуют в первую очередь абитуриенты как на бюджетную основу, так и на внебюджетную. Сразу хочу сказать, что у нас взаимодействие с вузами ведется на партнерской основе, и вот сегодня уже звучали вопросы, а зачем Россотрудничество там в регионах, что оно делает. Мы в данном случае являемся неким хабом, который подзарядное устройство с разными разведителями, то есть мы подключаем наши разные российские университеты к разным таджикским университетам и школам, помогаем найти друг друга и найти точки соприкосновения и общения в чем им интереса. И это могут быть как культурные контакты, как контакты научные, образовательные, также и общественные, и студенческие какие-то практики, которые проводятся на базе таджикских вузов. То есть это все возможно и это вузы реализуют. Хочу также сказать, что те онлайн мероприятия, которые вузы проводят, методики в принципе сегодня были озвучены. Они их применяют как на англоязычном направлении, так и на направлении в центральной Азии. Хотел бы поблагодарить коллег из Росстанта за обстоятельства. Да, слышно меня? Да, и я хотел бы конечно же еще обратить внимание, что кроме англоязычных версий, если бы вы помогли вузам рекомендовать все-таки развивать и сегмент на русском языке для стран СНГ, и в частности Центральной Азии, который нам здесь очень нужен, потому что и задача такая продвигать русский язык, и на самом деле здесь еще мы все-таки имеем общее образовательное пространство и общее языковое пространство, русский язык. Да, он теряет свои позиции, к сожалению, но все равно еще тысячи, можно сказать, миллионы людей на постсоветском пространстве в Центральной Азии русский язык знают, и дети готовы его учить. И здесь хочу сказать, что недостаточно одного только варианта, это конечно для вуза в первую очередь, что, мол, вот у нас же есть версия русскоязычного сайта, но понимаете, контент там все-таки для российских граждан, для тех, кто проживает на территории Российской Федерации, а для иностранцев тут нужно еще и тоже преимущество, о своих преимуществах сказать, то есть все-таки контент на русском языке, он должен быть для стран СНГ, наверное, немножечко тоже отличаться от внутривоссийского. Ну, а если говорить по количеству, да, вот сегодня Леонора Валентина сказала про 30 лет, которые, ну, серьезно, достаточно изменили мир, если говорить про центрально-азиатский регион, то за последние 30 лет только Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, вот только три страны, сегодня насчитывают уже 50 миллионов населения. Прирост с 89-го года, советская перепись еще населения, последняя, прирост 20 миллионов населения. В Таджикистане официально 80% населения страны до 27 лет. И это огромный потенциальный фронт для работы наших вузов, но представительство Россотрудничества будет всячески помогать использовать и нашу площадку, и наши ресурсы, потому что наш сайт является достаточно популярным как источник информации, как для клубной компании, так и приезда вуза. Коллеги, на этом все, спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги. У нас далее Наталья Бурлинова представляет не только нашу советную организацию «Креативная дипломатия». Наталья, у нас есть вопросы по развитию публичной дипломатии работы с университетами. Может быть, есть какой-то опыт на этот счет? Вы очень уже работ писали, вот как реагирует аудитория и как вообще с субъектами, если есть тезис на этот счет, нам предстоит работать. Пока нас слушает очень много университетов, я думаю, что это тоже будет полезно. Да, спасибо, коллеги, добрый день. Сразу скажу, постараюсь в тайминг уважиться. Очень много интересного для себя лично почерпного из выступления Веры Вуниной. На самом деле, есть о чем тут поразмышлять и подискутировать. И, конечно, благодарю коллег из РСМД очень интересный доклад. Мы недавно опубликовали доклад «10 шагов на пути к эффективной системе публичной дипломатии России». Там по касательной образовательное направление затронуто. И, собственно, одна из рекомендаций, которая была дана, это, конечно, повышение цифровизации наших вузов. И мне кажется, что в какой-то степени вот этот локдаун, ну, по крайней мере, он должен помочь повысить цифровизацию, потому что, если вы не присутствуете в этом цифровом пространстве, вам очень сложно будет дальше после завершения этого локдауна конкурировать за аудиторию. И еще я хочу добавить как бы к выступлению и предваряю ответ на ваш вопрос, Виталий, что ведь не только, скажем так, вот эта цифровая картинка важна в рамках создания привлекательного образа вуза, в рамках мягкой силы вуза. Ведь важно то, что можно пощупать на самом деле. Вот когда ты приходишь в вуз и ходишь по аудиториям, по кампусу, по коридорам, у тебя создается картинка. Хочешь ты учиться в этом вузе или нет? Так вот, мне кажется, что наряду с такой вот с окном в Европу, что называется, цифровой картинкой, которая выглядит, может выглядеть очень красиво и смотреться неплохо и конкурировать с западными вузами, важно еще внутреннюю часть подтянуть, потому что очень часто наши вузы находятся не в очень хорошем состоянии. Не говорю про регионы, и в Москве этого достаточно, и вся эта конкуренция напрочь убивается, и никакая визуальная картинка не поможет, если вы видите унитазы, которые еще в советское время были поставлены. Вы уж извините, но это так, немножко дегтя в бочку. Что касается международки и вузов, мне кажется, что вы упомянули, что во всех вузах, ну практически во всех тех, которые, по крайней мере, претендуют на какую-то международную кооперацию, есть отделы по международному сотрудничеству и управлению, где как. Очень важно, на мой взгляд, сегодня рассматривать вузы как площадку для вот этой, для продвижения не просто общественной дипломатии, а для подготовки кадров по общественной дипломатии. И у нас был опыт, действительно, вы упомянули, мы работали с одним региональным вузом уральским и проводили курсы, и есть такая заинтересованность. И мне кажется, что вот здесь роль Россотрудничества, она должна повыситься. Необходимо проводить тренинги, необходимо делать курсы подготовки, необходимо ориентировать ту молодежь, которая хочет заниматься международкой и общественной дипломатией, как раз на площадках вузов. Потому что где, как не на площадке вуза, этим, собственно, заниматься? На самом деле, особенно большая потребность в такой вот тренинговой образовательной составляющей, она есть в регионах. Московские вузы, они все-таки сами по себе, это сильные школы, сильные площадки. А вот региональные вузы, им не всегда хватает какой-то компетенции, знаний, экспертов, привлеченных специалистов. Например, вот к нашей организации сейчас уже есть запрос на проведение таких курсов совсем скоро в Ульяновской области. И мне кажется, что вузы здесь, да, могут стать такой площадкой. Вот, как бы, отвечая на ваш вопрос, есть ли такой опыт, да, он есть, и мне кажется, что здесь опыт Росотрудничества тоже мог бы быть востребован. Виталий? Спасибо большое, Наталья. Мы уже в онлайне, коллеги, мы в онлайне. Вот, спасибо большое за в этом плане краткость. Я знаю, что многое нам предстоит по линии совета делать, и, конечно, если наши коллеги из университетов, субъектов, которые в том числе задают эти вопросы, готовы, и для них это интересно. Мы с удовольствием будем содействовать этой работе и направлять наших представителей совета в университеты для того, чтобы помогать и некоммерческим организациям, которые при университетах работают, и ответственным специалистам, сотрудникам повышать в этом плане квалификацию. У нас очень много вопросов накопилось как раз по блоку университетов, поэтому мы потихонечку к этому переходим. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что работаем мы довольно долго, я вам скажу, что, наверное, устали мы с вами, люди все равно подключаются, у нас не теряется внимания аудитории. Нас транслируют теперь Венгрия, Дели, наши центры продолжают ретрансляцию, поэтому хотел бы, чтобы мы динамику в этом плане не сокращали. Слово передается ректору Южного Федерального Университета Ильи Константиновны Шевченко. ЮФУ является крупнейшим научно-образовательным центром Юга России. В 2015 году университет отметил 100-летний юбилей, университет в том же году присоединился к исследовательскому проекту РСМД, на основе которого наши коллеги готовили доклад. На данный момент Южный Федеральный Университет является одним из лидеров в области международного сотрудничества российских вузов, ну и от себя, конечно, хочется добавить, что с ЮФУ мы очень успешно работаем по турецкому направлению, где Инна Константиновна представляет Комитет по образованию, и тоже в этом плане мы работой очень удовлетворены. Инна Константиновна, вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Леонора Валентиновна. Я, во-первых, хочу поблагодарить Россотрудничество за инициативу поучаствовать в этой конференции. Я в составе спикеров здесь впервые в обсуждении доклада РСМД, хотя действительно мы знакомились с методикой и участвовали, и мы видим, как методика эволюционирует сама по себе, и как сегодня она уже вложится в основу принятия управленческих решений по не только электронной интернационализации, а по осмыслению того, что является интернационализацией вообще в цифровом мире. Конечно, сегодняшние дни мы понимаем, что они, по сути, являются для нас катализаторами, но все-таки я бы хотела вначале соотнести с темой нашей сегодняшней конкуренции университеты в современной публичной дипломатии и, наверное, хотела сказать о тех задачах, проблемах, с которыми мы столкнулись и которые мы сегодня осмысляем и решаем. Первое, это уже сегодня много говорилось о том, что по-разному российские университеты представлены в информационном пространстве. нам и относим это и на свой счет. По докладу РСМД мы видим достаточно большое количество задач, которые нам нужно решить. Иногда нам представляется, что эти решения могут быть нестандартными. Ну, например, если обратиться к кейсу Южного федерального университета, то громоздкость вообще представления на сайтах университета заставила нас в конце 2019 года выделить отдельную лендинговую страницу, которая посвящена международным образовательным программам, которые составляют ядро такой международной конкурентных преимуществ университета. С другой стороны, мы видим, что на сегодняшний день во многих университетах есть определенное рассогласование между образовательной и следовательской повесткой и самой по себе общественной дипломатии. Я приведу на примере собственного университета. У нас достаточно большое количество программ, в том числе на иностранных языках, но количество совместных научных проектов по тематике зачастую не совпадает. У нас большое количество программ по общественной гуманитарной группе, у нас большое количество программ по инженерным направлениям, а большинство исследовательских проектов, в том числе со странами Западной Европы и университета в Львино, которые здесь упомянут, мы его и с разных сторон изучаем, идет в области естественных наук, медицинских, то, что свойственно для российской науки вообще. И, конечно, эта рассинкронизация уже по сфере нашего, в том числе, общественно-политического и социально-экономического влияния с учетом той территории, на которой мы находимся. Юг России, как вы знаете, он активно встроен в повестку черноморского экономического сотрудничества. Здесь уже упоминалось наше взаимодействие с Турцией и с другими странами, в том числе и Средней Азией. Но в этом смысле вот это неравномерное распределение, что ли, по силе своих университетов, относящихся к классу Лиги Плюща или ведущих университетов по версии КИЭС, на что и в РСМД методологии и РСМД много представлено, здесь есть определенные неравномерности. Я хочу сказать о том, что сегодня мы сталкиваемся не просто с процессом электронной интернационализации, а вообще информационной интернационализации и изменения в нем конкурентных контекстов. То есть сегодня конкуренция идет уже не на уровне отдельных университетов, что тоже до сих пор мы должны осознавать, но и на уровне отдельных лиц. И вот этот момент, мне кажется, мы не до конца учитываем собственной международной стратегии. Вот уже сегодня говорили о том, как важность говорить о подразделениях, факультетах, но мне кажется, что сегодняшнее современное наше представление о кафедрах и лабораториях уже далеки от гумбольтовской модели организации учебного, образовательного и исследовательского пространства. И контуры здесь меняются в основе, несмотря на цифровизацию, в основе распределения ресурсов и конкуренции за самых талантливых абитуриентов, выпускники, выпуск которых может привести к развитию в том числе и публичной дипломатии, оно сегодня уже лежит в плоскости, конечно, повышения качества образования. И основное усилие исследовательских университетов все-таки в развитии исследовательской повестки, включение в международные научные программы, повышение уровня научной экспертизы. С точки зрения электронной интернационализации и вообще развития приема абитуриентов, обучения, развития онлайн системы, конечно, российские университеты здесь, нужно сказать, и это отмечается, кстати говоря, в докладе, и сейчас это видно в период пандемии, они вовсе не хуже уровня мировых университетов на уровне топ-500. В самом начале мы один из первых университетов, которые переходили на организацию контактной работы в дистанционном режиме, мы активно знакомились с практиковой наших университетов партнеров, до сих пор в Западной Европе находится 40 наших студентов по обменным программам, они еще не выехали, и мы здесь обучаем в единой дистанционной среде, но мы видим, что те подходы, которые используются за рубежом, они есть и в наших университетах. Но я здесь хочу поддержать докладчиков и сказать о том, что дистанционное онлайн-образование это вовсе не создание полноценной образовательной среды, которая отвечает потребностям современных и запроса на современную цифровизацию. В нашем смысле, в нашей стратегии мы говорим о создании продуктовой среды, которая состоит из нескольких ключевых платформ. Первая – это платформа суперсервиса и сервиса рекрутинга. Конечно, сегодня цифровые технологии позволяют организовать набор, тестирование, предварительные знакомства, коммуникацию уже совсем на другого порядка пользователей. В этом смысле уже отмечалось, что важно университетам не только сегодня контентом обладать соответствующим, но и держать уровень обратной связи, а следовательно другие организационные, управленческие, собственно говоря, информационные решения. Это сама по себе цифровая образовательная среда, то есть создание онлайн-курсов. На сегодняшний день все ведущие университеты уже являются официальными партнерами Курсера, только наш университет имеет 5000 записей на Курсере. Но сегодня мы видим, что мы должны уже создавать онлайн-курсы следующего поколения, то есть, по сути, в которые встроены как раз те возможности практических компетенций, которые могут получить студенты. А также, когда в эти онлайн-курсы встроены уникальные конкурентные преимущества вузов по наличию в них исследовательской инфраструктуры, цифровых решений. Конечно, цифровизация и сегодняшний онлайн-контекст высшего образования заставляет нас по новой посмотреть на библиотеки и доступы. Если в недавнем времени библиотека в российских университетах она больше представлялась как некий рудимент, а не современный информационный центр по доступу к ключевым информационным ресурсам. И здесь наш университет запустил несколько проектов. Во-первых, хочу сказать, что на сегодняшний день мы имеем подписок процентов на 60 ко всей периодической научной литературе. Нужно сказать, что мы также входим в различные консорциумы, но сейчас мы запустили проект по созданию собственных датасетов, когда мы не можем так активно размещать публикации, результаты проектной деятельности студентов, то мы можем создавать датасеты, хранить их в репозитории, и это, кстати говоря, мы делаем с нашим партнером из Западной Европы, Фикшер. Такие же решения есть на Гарварде. Кстати говоря, Гарвард самый крупнейший держатель датасетов, и там представлено лишь несколько университетов из нашей страны. Я думаю, что в это время мы бы активно могли встроиться в эту работу. Я хочу сказать о том, что в этом контексте мы понимаем, что меняется контур академической мобильности студентов и преподавателей. Сегодня академическая мобильность уже измеряется не столько посещением или визит профессора непосредственно университета, хотя и это важно, сколько активизации вот этого обмена через различного рода цифровые платформы, а следовательно сетевые формы организации образовательного процесса. Ведь в основе лежит не единичное освоение студентам онлайн-курса, а как раз таки сетевые образовательные программы совместно с ведущими научными образовательными организациями по всему миру. Конечно, очень важно создание цифровых платформ по трудоустройству. Здесь нужно сказать, что конкуренция в России вообще имеет свои специфические формы, поскольку, по крайней мере, в нашем университете 85% выпускников трудоустраиваются на территории Российской Федерации, конечно, мы в большей степени ориентированы на наших работодателей и индустриальных партнеров. Но при этом мы понимаем, что в таких направлениях, как IT-индустрия, инженерное направление, программная инженерия, физика, естественные науки, этой работе нужно уделять достаточно большое внимание и не просто создавать собственный контент об этом, а встраиваться в глобальные индустриальные сети, которые позволяют это делать. И, конечно, это меняет не только рынок образования, это меняет рынок труда, и на сегодняшний день мы только пытаемся осознавать, какие контуры рынка труда и академической мобильности ведущих профессоров могут быть после того, как мы все выйдем из пандемии, какие условия пребывания могут стать наиболее комфортными. Здесь, мне кажется, нам нужно обратить внимание еще на то, что сегодня в российских университетах достаточно большое количество иностранных обучающих. Они не только обучаются, но и даже в эти непростые условия остаются проживать на территории кампуса. Только в нашем университете сейчас проживает более трех тысяч иностранных студентов. Это разные диаспоры, по количеству, по представительству стран, дальнего, ближнего, зарубежья. По-разному мы здесь работаем с консульствами, но во всех случаях мы видим отзывы о том, что пребывание на территории Российской Федерации для них достаточно комфортно, и мы об этом заботимся отдельно. Нужно сказать, что в этот период наверное всеми университетами осознается новая возможность. Я имею в виду по получению новых компетенций. Это возможности организации как новых программ, о которых сегодня уже говорилось, профессионального мастерства и научных стажировок, но это еще и возможность включиться в программы повышения квалификации для преподавателей. Не только в российских университетах, но и за рубежом, как через изучение и прохождение онлайн-курсов, так и возможности включения онлайн-курса в электронное портфолио. Например, готовясь к приемной кампании магистратуры в этом году, мы уже включили портфолио и возможность получения дополнительных баллов при поступлении и прохождении курсов на иностранных языках. И, конечно, мы, наверное, не можем не соотнести себя с темой изучения иностранных языков. Конечно, английский язык сегодня является приоритетом. Это язык, на котором происходит вся научная коммуникация. Это язык, который приоритетно изучают инженерные, естественно, научные специальности. Но мне кажется, что именно мы должны сегодня позаботиться о изучении и продвижении русского языка. И в этом смысле мы создаем, у нас есть такой опыт с Кубой, и уже в дистанционном режиме идут на курсах подготовительных факультетов по университетам Кубы. Мы проходим обучение и тестирование по русскому языку, в том числе и с помощью той программы, которая была запущена Россотрудничеством совместно с университетом русского языка. Это магистратура по русскому языку. И, конечно, на сегодняшний день университеты благодаря этой своей функции филологической они еще и транслируют функцию межкультурного обмена, знакомства с историей, с разнообразной социально-экономической ситуацией в нашей стране, о том, что у нас есть и южные территории, и северные, это разный климат, разная экономика, но это страна возможностей, это страна, которую мы любим и на которой живем. Но еще, конечно, я хочу сказать о том, что сегодня уже и регионы России стали осознавать, что университеты это крупные центры экономического и инновационного развития территории. Мы сегодня стараемся свои программы экспортообразования синхронизировать с экспортной политикой в частности Ростовской области и регионов, которые расположены на юге России в части тех крупных инвестиционных проектов, которые составляют основу экономики территории. и в части предложений по развитию таких консорциональных проектов мы сегодня видим активную роль высшей школы экономики и роль Российского университета дружбы народов по развитию таких связей и коллабораций. Университет Левина хотя, конечно, в 2008 году уже закончили принимать в консорциуме этих 12 университетов, мы смотрели их кейс очень интересный. Но я хочу пригласить всех наших партнеров на площадку Южного федерального университета для проведения всевозможных мастер-классов, семинаров и конференций, которые касаются продвижения стратегии интернационализации российского образования и повышения эффективности экспорта образования не только по количеству, но и по качеству абитуриентов и кадрового потенциала, которое мы формируем для себя, для своей страны, ну и, конечно, то место, которое мы в будущем займем во всем мире. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Константиновна. Мы хотели бы перейти и передать слово первому проректору МИФИ Олегу Викторовичу Нагорнову. Олегу Викторовичу МИФИ признанный лидер в прорывных направлениях это ядерная исследовательная технология, лазерная, плазменная технология, информационная технология. Хотели бы послушать ваше выступление, может быть, какие-то высокие тезисы относительно уже тех, кто выступил и услышать позицию вашего университета по заявленной теме. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, не хотелось бы рассказывать все то, что я знаю и слышал по онлайн-образованию, по интернационализации, а несколько сузить рамки своего короткого выступления. Но прежде всего хотелось бы отметить, что накануне этой конференции был разослан доклад РСМД по электронным интернет-ресурсам университетов. Вот, это достаточно большой такой труд. В целом, достаточно хорошо отражает реальную ситуацию с англоязычными интернет-ресурсами в Российской Федерации, точнее говоря, в университетах Российской Федерации. Нашим университетам много над чем надо еще работать. И в этом смысле вот этот доклад, он, я считаю, что очень полезен, поскольку подталкивает, подстегивает университеты к более такой целенаправленной и плодотворной работе, чтобы наши университеты лучше были видны за рубежом, более привлекательными были бы наши программы. Ну, что хотелось бы отметить по этому докладу. Значит, вот мы в декабре 2019 года МИФИ получил соответствующий доклад, направили, сделали большую работу по изменениям, но, правда, вот обратного отклика не получили. Поэтому вот первое, что хотелось бы пожелать, чтобы вот этот ресурс был очень эффективным для российских университетов, нужна такая оперативная обратная связь, то есть вузы что-то меняют в своем позиционировании, и если вот те, кто ведет вот этот рейтинг интернет-ресурсов, мог бы оперативно откликаться, это было бы хорошо, но мы надеемся, что вот сейчас было сказано сегодня, что через две недели будет новый доклад, и там, возможно, вот эти изменения будут как-то увидены. Также хотелось бы отметить, ну, поскольку это не самый первый в мире доклад по интернет-ресурсам, мы хорошо знаем мировой такой портал, знаменитый Webometrics, вот почему-то в этом докладе я вообще слова Webometrics не увидел, казалось бы, надо все-таки ну, какое-то сравнение сделать, чем они плохи или что не устраивает и какое сравнение рейтинга, который вот построен и, скажем, ну, Webometrics или какие-то другие. Вот есть некое сравнение с ведущими вузами по рейтингу КОЭС, правда, опять же, я почему-то не увидел московский университет, он все-таки российский университет и входит в топ-100 рейтинга КОЭС, занимая 84-е место, поэтому было бы интересно еще сравнить российские вузы с, скажем, ведущим университетом Российской Федерации, который оценен такими общепризнанными международными рейтингами. Вот, но это вот что касается доклада. В целом, мне понравился доклад и я думаю, что эту работу надо продолжать и более интенсивно работать с университетами, это позволит улучшить нам наше там визибилити, позиционирование и так далее. Вот если говорить об особенностях инженерного образования и взаимодействия с мировыми лидерами, тут вот уже отмечалось, да, и вот Вера Георгиевна, которая очень интересное сообщение сделала, что все-таки, скажем, онлайн-ресурсы в основном используются не для таких технических специальностей, где нужно очень много практической работы в лабораториях, на предприятиях, в академической среде, но в этом плане сейчас тоже мы многое делаем, у нас разрабатываются различного рода VR-лаборатории и мы дистанционно, вы знаете, что у нас порядка 20 филиалов, в Российской Федерации есть еще филиалы за рубежом в Узбекистане, мы проводим лабораторные работы в таком дистанционном режиме, не все пока еще получается, но в принципе уже есть некий набор таких работ интересных, которые можно дистанционно управлять различного рода сложными объектами, вот студенты, даже не только магистры, но и бакалавры эти работы проводят. Что касается еще работы с международными зарубежными центрами, здесь мы ориентируемся на наших главных работодателей, но прежде всего Росатом, вы знаете, что Росатом ведет строительство атомных объектов за рубежом и в этих центрах требуются сотрудники, которые обладают соответствующими компетенциями, поэтому мы работаем на поле интернационализации таким образом, что мы взаимодействуем с теми странами, которые как раз работодатель в этих странах собирается делать набор студентов будущих. Здесь мы ведем совместные программы и открываем центры при так называемых центрах, это центры ядерной науки и технологий, которые строят либо просто центры, либо собираются строить атомные станции за рубежом. Еще один работодатель, который тоже ведет такую большую программу по созданию центров за рубежом, это Росфин Мониторинг, то есть вот здесь мы тоже очень интенсивно работаем, то есть благодаря сотрудничеству с работодателями мы выходим на соответствующие образовательные рынки за рубежом. Ну вот я вижу по программе еще у нас выступление Ирины Георгиевны, она расскажет наверное прежде всего о международной олимпиаде, которую она ведет в рамках ассоциации глобальной университеты, но эту тему я сейчас не хотел бы касаться, вот мы конечно олимпиады свои проводим региональные и это тоже нам дает большое пополнение в числе наших зарубежных студентов. Ну вот наверное все, что я хотел бы сегодня отметить. Спасибо. Спасибо большое. Вот Павел Анатольевич у нас Ирина Георгиевна Да, уважаемые коллеги, сейчас Олег Викторович упомянул Ирину Георгиевну Карелину, но к сожалению там происходит накладка и она должна участвовать в другом мероприятии, поэтому она сильно извинялась и не сможет принять участие. Но в связи с тем, что у нас с вами это не последнее мероприятие такой тематики и чувствуется, что интерес есть большой, есть большой интерес и со стороны российских университетов, то я думаю, что мы сейчас продумаем формат и с вами потом посоветуемся, как сделать может быть тематику обсуждения ее более узкой с тем, чтобы конечно и экспертное сообщество собирать и университеты под обсуждение у тех вопросов, которые мы сегодня затагивали и мы обязательно Ирине Георгиевне слово дадим, конечно. Павел Анатольевич, извините, можно еще одно добавление сделать? Да, пожалуйста. А вот смотрите, поскольку я думал, что это Ирина Георгиевна расскажет, вот сейчас при наборе иностранных студентов для нас, для университетов очень важно, чтобы эти студенты были сильные, то есть конкурентоспособные и в этом смысле отбор этих студентов имеет очень большое значение, поэтому вот хорошо бы, если бы на этой поляне, на которой мы находимся, в будущем организовать какие-то встречи, чтобы нам все-таки понимать, вот как мы будем выполнять, вот вы знаете, в национальном проекте образование, в части экспорта образования написано, что вот квоты на студентов зарубежных будут в основном до 20% это по итогам Олимпиад, да, вот нам на самом деле это не такая маленькая цифра, да, число 20%, вот, поэтому хотелось бы, чтобы мы как-то этот вопрос обсудили и приняли решение, как это эффективно можно делать, потому что все вузы проводят свои локальные, региональные Олимпиады, вот, ассоциации глобальной университеты проводят такую глобальную Олимпиаду среди бакалавров для поступления в магистратуру, это достаточно все эффективные инструменты, но вот без такого плотного взаимодействия с Россотрудничеством мы, наверное, не сможем решить эту проблему, поэтому хотелось бы вот отдельное какое-то заседание посвятить этой теме, спасибо. Олег Викторович, тут очень спасибо, резонное замечание с вашей стороны, но у нас там с вами в связи с тем, что Росатом получает в рамках этих 15 тысяч отдельную квоту на подготовку по своим проектам и в связи с тем, что в основном вся эта квота так или иначе, скажем так, достается МИФИ, то у нас с вами есть и отдельные инструментарии с точки зрения набора студентов. И мы, кстати говоря, тут и с Росатом мы с вами достаточно большую работу проводим, чтобы отобрать именно тех студентов, которые будут не просто хотят стать атомщиками, но они еще и готовы в общем-то воспринимать программу обучения в МИФИ, она, как известно, там очень серьезная и тяжелая. и в этом плане, конечно, у нас с тем же Росатом возникают периодические проблемы. В прошлом году в Турции были, когда с первого раза все-таки не смогли набрать полноценный прием сделать, и его вынуждены были на вторую волну переходить. Но то, что вы об этом говорите, это правильно. И в подтверждении ваших слов нету Ирины Георгиевны, хотел бы сказать, что в этом году мы специально по этой Олимпиаде Open Doors сделали очень серьезное отсечение, там всего 400 мест у них, но по той презентации, которую я видел, там больше 20 тысяч человек проявило интерес к этой Олимпиаде, и в первом этапе заочно было больше 25 тысяч человек. Это очень серьезный показатель, и не каждая страна в мире может похвастаться такими цифрами. Спасибо, я думаю, что у нас под завершение еще, наверное, РСМД прокомментирует тезисы в отношении доклада, и хотел бы также далее по списку передать слово у нас финансовый университет на связи, Светлана Владимировна Брюховецкая, проректор финансового университета. Вы с нами? Здравствуйте, я здесь. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень коротко, если позволите, у меня есть коротенькая презентация, быстро ее расскажу. Хотела бы остановиться на нескольких моментах. Во-первых, спасибо вам, уважаемые коллеги, за то, что вы нас собрали, и вот в этой ситуации мы таким образом можем, во-первых, совместно обсудить, прийти к какому-то единому решению или хотя бы какие-то наметить точки для совместной деятельности. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что финансовый университет и другие университеты совместно с Россотрудничеством в этом году проводят отбор, и мы уже сегодня, в частности, например, тестировали по отдельному предмету, каждый университет по какому-то предмету. Мне кажется, что это очень такая интересная практика и хотелось бы, чтобы она дальше продолжалась, поскольку, ну, во-первых, это дает возможность Россотрудничеству и РЦНК как-то уже говорить о том, об университетах, о российских университетах, как-то их представлять, во-вторых, это исключает всякие ненужные моменты при отборе, когда каждый университет проводит какой-то, например, определенный данный Россотрудничеством участок работы, ну, и в-третьих, на самом деле, это полезная с точки зрения экономии ресурсов функция, поскольку позволяет нам всем распределить вот эту сложную работу по формированию тестов на разные университеты. И очень хотелось бы отметить тот момент, что Россотрудничество выступает вот таким связующим звеном и в дальнейшем пожелать, чтобы вот платформы и системы наши, они были общими, то есть, чтобы Россотрудничество было таким центром управления полетами для вузов. Сейчас эта работа тоже ведется, но в дальнейшем вот такие мероприятия, они позволяют нам все-таки проводить ее в едином ключе. Ну и разрешите мне второе, то, что хотела сказать, это о каналах новых методах продвижения, об опыте привлечения иностранных студентов в виртуальном пространстве. то, с чем мы сейчас сталкиваемся, видно, если мой экран, мы сейчас столкнулись, на самом деле, и пандемия нас к этому еще больше подвела, к тому, что весь мир переходит в цифровую эпоху. Вот то, что вы видите на слайде, это дроны, которые демонстрируют фэшн-товары, и, соответственно, вот это все, эта вся трансляция собрала миллион участников. Буквально недавно вышел на экраны фильм, который тоже, в общем-то, снят при помощи виртуальных артистов. Наше новое поколение, те ребята, которых мы будем в дальнейшем учить, они, конечно, в большей части живут в соцсетях, и поэтому традиционные наши методы привлечения поступающих, они, конечно, не всегда бывают эффективными, настолько эффективными, как нам бы хотелось. Ну, вот, например, один из каналов продвижения, Instagram, который в связи с этим приходится перестраивать всю, собственно, нашу маркетинговую политику. Вот ролик, который позапрошлом году вышел в соцсеть, в течение первого дня набрал 10 миллионов просмотров, а в ролике просто показано, как лимон катится по дороге. То есть, где находятся наши поступающие, как они могут нас увидеть? Они как раз вот сидят там и смотрят всякие такие вещи, которые для нас не несут никакой большой смысловой нагрузки. что еще используются, да, сейчас за прошедшие буквально несколько лет на второе место в мире вырвалась соцсеть, которая называется ТикТок, и китайские, азиатские ребята поступающие в основном там находятся, и вот эта соцсеть набирает очень серьезные объемы сейчас и в России в том числе. И вот была такая пробная рекламная кампания среди российской аудитории с использованием рекламы знаменитых блогеров, которые находятся в этой сети, и она за первые несколько дней набрала 3,5 миллиона тоже просмотров. То есть, ну, это говорит о том, что нам, в общем-то, инструменты продвижения нужно использовать, во-первых, а, системно, во-вторых, смотреть на новые инструменты позиционирования вуза и его продвижения. К сожалению, наше поколение, которое растет, оно не всегда смотрит такие серьезные ресурсы, да, серьезные ресурсы и сайты вузов смотрят уже, наверное, люди, которые поступают в магистратуру, в аспирантуру, а ребята, которые поступают в бакалавриат, узнают они о вузе как раз-таки из соцсети, потом уже переходят на сайт, то есть сайт это как элемент структуры диджитал-маркетинга, он присутствует, обязательно должен присутствовать и обязательно быть информативным. и вот какие инструменты, новые инструменты продвижения мы можем сейчас увидеть в маркетинге, я не буду их перечислять, их очень много, нужно только понимать, что мы уже уходим от той рекламы и от тех оффлайн мероприятий, которые были, например, выставки, и сейчас вместо выставок вот есть такие проекты, которые используют возможности создания онлайн-конференций с будущими поступающими через систему агентов или через систему ассоциаций выпускников или другие каналы и позволяют нам в общем-то найти своих поступающих. Также одним из перспективных каналов, на мой взгляд, является такая вещь, как совместная сегодня уже много об этом говорили, о карьерном развитии, о трудоустройстве, но вот среди молодежи по вопросам основной из мест, где они хотели бы работать, это самозанятость и предпринимательство и совместные стартапы и совместное решение задач командами из нескольких стран, интернациональными командами, это как раз тоже один из вариантов продвижения университетов на глобальном пространстве. Ну вот если коротко все о каналах продвижения мне бы хотелось то, что хотелось бы сказать о каналах продвижения спасибо. Спасибо большое Светлана Владимировна, хочу сказать, что мы получаем онлайн комментарии, благодарность от наших слушателей вашему выступлению, действительно нашло свою аудиторию, спасибо за подготовленный материал. и хотел бы сказать, что у нас завершает гимнары Краснову, прежде чем мы передадим слово нашему последнему выступающему коллеге. Наверное, уникальность онлайн-формата в том, что нам кажется, что мы устали, как мы привыкли на круглых столах, обычно, когда последнему слово дают, уже ползала вышло и так далее, но в онлайне этого нет, поэтому нам не повод расслабляться, потому что наш зал с нами, нам вот ребята пишут, у нас практически 100 человек постоянно находятся в онлайне, а если говорить все перепосты и аудиторию, которая слушает отдельных спикеров, мы с вами охватили более 10 тысяч человек, что, в принципе, очень-очень хороший показатель. Поэтому Гимнара Краснова, главный научный сотрудник Ранхиггс, мы хотели бы вам предоставить слово, а потом мы готовы подвести итоги нашей дискуссии. Пожалуйста. Добрый день, вечер, коллеги. Спасибо вам за приглашение. В виртуальных стенах РСМД и с Россотрудничеством. Меня с Россотрудничеством связывают особые отношения. Я много лет назад начинала свою карьеру в Розербежцентре, и вот с Верой Георгиевной мы сидели как раз в соседних кабинетах в управлении образовательных, научных и культурных программ много лет назад. А тема ее выступления, она немного отличается, но она тоже в формате деятельности наших университетов. Я ее назвала «Научная дипломатия в эпоху цифровизации». Как последователь феномена научной дипломатии, я очень внимательно слежу за всеми публикациями в России, за рубежом. И вот последнее произвело на мне огромное впечатление. Выступал министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров на канале, YouTube-канале Фонда публичной дипломатии 21 апреля. Ну, я не буду пересказывать оступление министра, думаю, коллеги, многие видели его. На чем бы я хотела сакцентироваться в контексте нашей сегодняшней онлайн-конференции? Ну, прежде всего, я хотела обратить внимание на то, что вот сказал министр, что, первое, необходимость взаимодействия ученых разных стран в нынешних условиях, в условиях подымни, крайне важно как ответ на объединение, на глобальные вызовы. причем научная дипломатия, он сказал, и это даже расходится с официальным таким определением научной дипломатии, которое есть в концепции международного технического сотрудничества, он говорил о том, что научная дипломатия должна действовать в рамках политики добрососедства, в интересах всех ради всех, а не каких-то конкретных очень национальных интересов. Второй очень важный момент, на который я обратила внимание и на что мы должны обратить внимание, что пути и направления развития научной дипломатии должны определять непосредственно ученые. Ну, например, если поступит запрос, как он сказал, от российских и итальянских ученых о совместной разработке вакцины против коронавирусной инфекции, то МИД будет всячески содействовать, помогать, чтобы отработать этот запрос. То есть связи устанавливаются напрямую, ученые формируют эту повестку и внешнеполитическое агентство нам в этом смысле помогает. Но насколько российская научная дипломатия вообще готова сформулировать такие запросы, да, и насколько актуальна эта тема у нас непосредственно в России. Я с этим вопросом обратилась в Google Trends, чтобы узнать, сколько вообще запросов по научной дипломатии, сайенс-дипломатии было за последние пять лет во всех странах мира и в России. Что я обнаружила? Значит, что количество выросло запросов именно в последний год, что лидерами запросов стали Бельгия, США, Индия. Ну, а вот что касается России, значит, искусственный интеллект мне ответил, что данных по этому запросу слишком мало, и нас просто там нет. Ни на каком языке. Ну, вот мы с коллегами Ранхикс, конечно, подискусировали, но эту тему понятно, Бельгия, понятно, столица Евросоюза, отдельная программа открытая, сайенс-дипломатии, три проекта, которые ведутся там, это европейская лидерство в культурной, научной, национной дипломатии, второй, создание научной дипломатии для Европы, и наука для дипломатии в решении глобальных проблем. Ну, незначительное количество запросов по России я связываю с тем, что на сегодняшний день у нас научная дипломатия все-таки находится в центре внимания прежде всего политологов, международников и дипломатов, и представители остальных наук пока, ну, к этой общей массе не подключились. Еще один момент, конечно, связан с отсутствием, ну, вот таких отработанных механизмов, форматов научной дипломатии. Совершенно очевидно, что академическая мобильность, как один из основных инструментов научной дипломатии, просто в ближайший год-два работать не будет, да, ну, в силу понятных причин. Поэтому, конечно, рабочими инструментами научной дипломатии могут стать инструменты уже цифровой дипломатии. вот, одним из таких перспективных направлений мы с коллегами считаем, может быть, стать создание такой цифровой платформы, как система взаимодействия российских, зарубежных ученых. Значит, ну, надо сказать, что конкурс, вот сейчас объявлен на цифровую платформу минобранауки, 100 миллионов, концепция, значит, этой цифровой платформы была утверждена еще в декабре прошлого года. Я ее очень внимательно прочитала, но не нашла ни одного слова про научную дипломатию, хотя про систему взаимодействия, в том числе с зарубежными учеными, там тоже говорится. Но все-таки международное научно-техническое сотрудничество, технологическое сотрудничество и научная дипломатия это все-таки понятие ни одного рода. Говоря о научной дипломатии, мы всегда имеем в виду национальные интересы, мы имеем в виду диалог, или, как сказал министр, теперь политику добросоведства, интересов всех ради всех. Ну, безусловно, актуальность научной дипломатии, сложность, многоплановость, неразработанность, при этом большая практическая значимость требует подключения представителей всех университетов и всех наук, и не только политологов и международников. Конечно, нам тоже нужна отдельная программа, как в Евросоюзе, нам нужны разработанные новые инструменты, нужны вот такие площадки для обсуждения, как сегодня РСМД, Россотрудничество. Наверное, было бы крайне важно сделать такой же доклад РСМД, ну, вот все говорят про доклад электронной интерфизации, а я все время думаю про доклад «10 эффективных шагов публичной дипломатии». Может быть, такой же по научной дипломатии нам тоже бы совершенно не помешал, как и, скажем, пособие научно-методическое общественного дипломата, но здесь уже, наверное, научного дипломата, потому что все-таки эта отрасль для нас новая научная дипломатия, и нужно понимать и национальные интересы, и национальные грозы, и как ученые могут в это вписаться, чтобы, так сказать, выполнять тот общественный заказ, который на сегодняшний день есть. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам за выступление, вот это и также нашло отражение в аудитории, которая к нам подключалась, ну, конечно, онлайн-формат, который Сергей Ильич провел, он за тот темп вообще всем нам, мы с удовольствием тоже слушали, и нашу аудиторию подключали к этому это действительно очень интересно. Уважаемые коллеги, мы таким образом будем завершать, хотелось бы передать слово Эльниру Альтинне Митропанову, руководителю Россотрудничества, а если буквально в порядке отчета, то у нас, как я уже сказал, была довольно активная аудитория, она не спадала в переживание всего периода, единственное, если у нас Михаил Сергеевич Попов подключился, руководитель попросил дать ему слово, Михаил Сергеевич, если вы здесь, создать пару слов по поводу суперсервиса. Да, если вы здесь, мы хотели бы вас услышать, это начальник управления образования, Россотрудничество, второе управление, которое активно помогало нам в организации сегодняшнего круглого стола. Михаил Сергеевич, с нами вы, нет? Видимо, а, да. Видим, но пока не слышим. Михаил Сергеевич, я бы хотел, чтобы вы пару слов для всех сказали по поводу суперсервиса, который мы пытаемся сделать вместе с миграционной службой, там, с университетами и так далее. Пожалуйста. Не слышно. Включите. Не слышно. Не слышно. Еще нет? Ничего страшного. Скажите ему, включимся. Я вроде включился. Я слышно? Теперь слышно. Теперь слышно. Отлично. Спасибо, Леонид Ильинин. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вижу, мы тут уже более двух с половиной, почти два с половиной часа работаем, все уже устали. Во-первых, хотел бы поздравить всех с прошедшим 9 мая с 75 летами Победы. Я думаю, что это знаковое событие и с этим праздником можно поздравлять в течение года, до следующего 9 мая. Во-вторых, то, что сказал Новый Леонид Ильинин. Действительно, мы очень, мне кажется, вовремя обстроились в эту повестку, когда Россотрудничество включилось в программу, которая разрабатывает новый сервис для иностранных обитарионов. И сервис, он на самом деле сильно отличается от тех, которые были раньше. Коллеги, не нужно все-таки заменить, то, что у нас абитуриенты, которые приходят и будут приходить, они будут существенно отличаться от тех, которые были вчера и даже сегодня. Это дети, которые в первую очередь живут в телефоне. Их мышление, их логические, логистика в голове устроены как iOS и Android. И это не, как сказать, это не плохо, не хорошо, это данность, с которой нам приходится жить. Поэтому новый суперсервис по покупанию в российской университете будет построен как, я бы сказал, не только интересный контент для правовой университеты, сколько удобный, потому что дети сейчас выбирают не сколько интересно, а сколько удобно им находиться в той или иной интернет-среде. Поэтому в ближайшие два года будет разработан и запущен сервис с кучей функциональных возможностей для ребят, где они будут выбирать университеты, где они могут виртуально проходить по университетам, знакомиться, где будет очень взаимно-яркая и правдивая, достоверная информация о регионе, в котором находится тот или иной университет, преимуществах этого университета. Также будут всевозможные язычные поддержки студента на первом этапе, как пройти студентную библиотеку, где можно найти аптеку, как можно обратиться за помощью в то или иное ведомство или институт. И все это будет сконсоризировано в этом одном месте с университетом. Кроме того, мы предусмотрели, что студент должен, адресу, прежде всего должен меньше тратить время на поступление, на заполнение анкет на походы департаменты, походы в наш Центр науки и культуры за рубежом. Поэтому будут разработаны специальные анкеты, специальные опросы на листы, которые будут выполняться онлайн, и одним кликом будут уходить соответствующие документы все или иные верность. И коллеги нашим, и коллеги за рубежом, и коллеги в МИДе, и в Федеральной Мингрендационной Службе будут, соответственно, их проверять и давать то или иное добро или отклонение. Соответственно, дети, находясь на конце того провода, будут получать уже зеленые галочки, которые позволяют им уже приезжать и обустраиваться в новых местах. Как я уже сказал, Суперсервис будет разработан в течение двух лет. Это 2020-2021 год и полномасштабное внедрение его с 1 января 2022 года. У меня пока все. Я готов прокомментировать, если есть какие-то вопросы. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, ну, вы вот провели два с половиной часа, надо сказать, очень плодотворной работы. Спасибо вам всем огромное за такое активное участие. И для меня лично это было, ну, очень интересная и полезная сессия. Вот. Я думаю, что вот один из вопросов, которые здесь затрагивалось, затрагивался, это вопрос повышения квалификации вот этих международных отделов университетов. Мы сейчас создали достаточно мощный экспертный совет при Россотрудничестве. Многие из вас входят в этот совет. И я думаю, что вот мы будем проводить такие учебы для региональных международников, то есть тех, которые в региональных муниципальных правительствах. И то же самое, я думаю, мы сделаем и для международных отделов университетов обязательно. Поэтому мы это очень, так сказать, приветствуем такую и с вашей стороны подтверждение того, что это нужно делать. Конечно, мне кажется, мы здесь одну вещь вот в нашем собрании не учли. Мы не учли творческие вузы. Вот очень было бы интересно поговорить с ними, вообще, как они видят вот всю эту ситуацию, в какой ситуации они сейчас сами находятся, да, потому что мы понимаем, что творческие вузы – это не то, что можно перевести там онлайн на постоянную основу, либо учиться. То есть здесь есть своя очень большая специфика. И желающих поступать к нам в творческие вузы достаточно много людей, но у нас есть сейчас ограничения, поскольку там есть конкурсные экзамены, это как-то все еще в процессе находится. Кроме того, для тех слушателей и тех, кто смотрит сейчас, а таких людей, как Виталий сказал, в общем, много, я хочу сказать, что там некоторые, значит, наши слушатели говорят о том, что вот не везде порядок с набором студентов. Вот. Мы знаем все эти сложности, мы знаем проблемы, с которыми мы стараемся бороться и работаем. Вот. И успехи на этом направлении есть. Поэтому будьте уверены, что вот каждый год эта система начинает работать все лучше и лучше, отрабатываются прозрачные, понятные схемы приема, а с созданием суперсервиса, я думаю, что это вообще уже будет совершенно иной набор. Что касается расширения и увеличения приема иностранных студентов, мы с вами знаем, что президент, по крайней мере, такую планку нам обозначил. И это уже важное направление. Понятно, что жизнь вносит определенные коррективы, и мы понимаем, что коронавирус особенно внес жесткие коррективы, всем срезают бюджеты, вот сейчас все будут в режиме жесткой экономии находиться. Это, безусловно, отразится в какой-то степени, может быть, и на вузах, ну, может быть, не на платные, конечно, приемы, но, по крайней мере, расширение приема на бюджетные места. Но, тем не менее, мы понимаем, что спрос огромный. Если только мы на бюджетные места, у нас конкурс от 8 до 10 человек на место, то мы прекрасно понимаем, что у нас здесь есть огромные перспективы. Вот, я думаю, что это как бы наше первое такое, вот в таком плане такая встреча. Я надеюсь, что мы еще и по более узким, так сказать, более узкие темы обозначим, важные и нам, и вам. Вот, спасибо еще раз. Я вам всем желаю, берегите себя, не расслабляйтесь, поскольку я так понимаю, что эпидемия, к сожалению, еще не закончилась. Поэтому еще раз вам спасибо и всего самого наилучшего. Спасибо.